Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что там было? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, касса, судя по всему, не стал участвовать Так, до какой стадии здесь надо играть? Что-то забыл, сколько там квалифицируется Три, по-моему, училась, одно отборочных Квалифицироваться, насколько я помню Да, топ-3 Привет, Бука Давайте врубим сейчас Сейчас я приеду, в общем, ребят Окошко надо открыть, что-то жаркое Опять, здесь, закрываешь душно, открываешь, холодно становится Такая погода уже пошла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звук опять пропал, как меня бесит Что-то всё скрывается Да, он жмёт Так, не знаю, вроде это будет три сразу как бы отборочные должны быть Аккаунт не поменял Да, надо поменять аккаунт сейчас, пожалуй ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то непонятное происходит Что-то там друг друга какие-то смайлики шлют-шлют Мы посмотрим, что из этого выйдет, ребят Так, сетку сюда перетащу, пожалуй Сетку дублюрую вам сейчас Так, что-то минку поет Адептами бомбит очень жёстко Выходит ещё ринги Адепт телепортируется Ещё одного линга подряд Вообще тут Беллингбаст уже пошёл Да, здесь тупо Беллингбаст начинается Ну, я думаю, что Беллингбаст здесь не Хотя здесь стенка ущербная какая-то Монгейт должен ниже, по-моему, стоять немножечко Адептов вообще не уводит А, здесь Бу-1 ещё оказывается Ну, поставлю-то Бу-1 Ну, хорошо, коль так Линги сгрызли адепт Здесь три появляются Прекрасно видят зерк, что происходит Гейт чуть только один и двух открывается Не пойму почему Беллинги прямо здесь морфятся Так, второй гейт Всё, всё, что нужно Сентрю ворпануть Сейчас всё, Мазеркор есть Это ГГ зерк А в КГГ фактически Смотри, что-то пока я не наблюдаю Да, вот Сентря появляется Есть ещё один пилон Мазеркора Из 50 энергии Ну, это ГГ, да? Очевидно, да? Ещё один центряд здесь есть Не успевает пил поставить Милка, но Тут просто пилон Можно один вот сюда ещё Пилить и вообще не париться Мазеркор не бейлингов бьёт А бейлингов бить там Полудохлое вообще Ну, что ты делаешь Ты ё-моё, блин Ударь ты его Вон они бегают Вообще не контроль Отсутствуют сейчас А, ну здесь пилон Вверху запилин Ну, давайте Беллинги сейчас Даня все подрывают Так, залегают Но они, конечно, не смогут Без ничего сбыть Очевидно, пилку вот сюда Надо ставить Хороший пил Вообще, приём Да, Зерка тёплый Здесь очень даже Уничтожено Всё, потери Зерка Огромные Просто по юнитам 3 На 60 Это вообще катастрофа Молодец, в принципе Нормально отбился Милка Ещё к Мазеркорам Бейна бы фокусил И вообще бы замечательно Было бы Зерк ведёт Все новые Новые линги вперёд Он, конечно же, уже Завис на этом Бейлингбасте Целиком Здесь уже А здесь уже, по-моему, Глеб и готов О, да, так оно и есть Глеб и готово Так, спускается Милка Милка Энергия Так, пилоны Ой, пилоны Повзрывал А дальше-то что дальше Непс пошёл Так, пилды против Бейна Плотную ставить Ой, пилоны против Бейна Плотную Лучше не ставить Ну, в принципе, пилды есть И у Мазеркора На 2 оверчат Жене отбить Милка Лучше-то Милка вперёд Попёрся Куда он Попёрся Пилды поставлены Но Бейны Чуть не прошли Ну, не прошли Так Протаковал Назад Вперёд Чуть-то бегает Милка Не понятно Чего Так, часть армии Сагривались на линдах Сейчас Ну, а пилды ставить Надо Нервничать Чуть-то милка Не пони Чё Хотя здесь всё Уже, по-моему Очевидно Вполне Дилок С адептом Здесь вместе Остались И с Центрёй Ну, призма Вперёд Летит Здесь начинается Такая движушка Адепт эвакует Вперёд Клад Там золота Ещё Узерга Нету Ничего Узерга Нету Не стал Милка И заходить Адепт эвакует Так, здесь Один вартер Отменяет Разводит Оппонента Здесь на варта Неплохие Филды Ещё И Беллингер Здесь вместо До 8 Very nice Вперёд Так, потеря Ну, хорош Да, Милка Тут, конечно 8 Не очень хорошая Карта Для макро Билдов Ну, ХЗ Тут, как бы, надо Уметь играть Макро Но Мне тоже Эта карта Не нравится Да, это Бу-1 Сетку-то Изменили Кстати, ребят Сетка Другая Вообще Стала Блая А оппонент Есть, между Прочем А Блая Самого Я что-то Не наблюдаю А, у меня Аккаунт Второй Начинается Раскладка Не та Там Все дела Или Блайп Все-таки Не играет У тебя Отборочный Сейчас Угнаем У него Спейс Марин Маню Убил Смарио Странно Вроде Кассы Братки Все собирались Играть И никто В итоге Не играет Смарио 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 Продолжение следует... 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 Готов у милки варф, он ничего не открывает Здесь даже варф еще и не готов Даже он только вообще заказан Не, ну 1-0, милка, убилку Тейлса, смотрю, молодец Ничего не скажешь Пошел до варф трех столкеров И Мортл сейчас еще один выйдет Один идет в одну в калитку, говорит, всем кабину развалю По центру пойду Этих столкеров, говорит, вообще тут И ждать даже не буду Я слишком сильный Заходим в тыл Тактический ход Ну что, 1-0, милка Неужиданно Ну два раза-то не запатонить Будет ему, я уверен, почему-то Да А не, здесь был один еще, ребятки Милка просто один тур еще заранее Га, ой, в чем прикол Я понял, я понял Вообще бича выгнал бича с турнира Правильно сделал Как их надо Тейлс мертвый, ё-моё Глядя, в чем прикол Ну да, мелкорусский влайн, ну слушай, я не знаю, как насчет пяти раз, но я должен попасть в следующую игру твою, вот. Так, ну акверона, я уверен, Милка тоже может нагнуть, что это за акверон вообще такой левенький. А мы к Блаю пойдем. Блая Space Marine, если победить, там дальше Гуру, Фанки, всякие по сетке. Трук здесь, кстати, и, блин, ну трук вот этот не в тему вообще. Милка, конечно, русский. Russian Joe, я бы сказал джойстик от слова джойстик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, ребят, сейчас я позвоню, мне тут куришь что-то СМС-ки шлет, бомжи кидают. Так называемые, сейчас. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Так, блай говорит, что хочет развалить вообще вколы вот этого пса. Вот, ну посмотрим что из этого выйдет. 13-13. А! Это 13 пегас, 13 пюл. Дай что-нибудь кроме Блая. Кроме Блая наших здесь нету и Милки практически, поэтому Блая в обязательном порядке. А к другим мне не попасть тяжело. Вот когда начнется финальный этот турик, тогда посмотрим. Ну что? Ну что, муфлингом пошел. Опа, здесь гейт, пилон гейт, газ, нексус соответственно, кибернетчик такой бил. Проверяет прокси всякие спейсмарин, тут нету прокси. Блая просто с мейна линги, с муф. Ну это будет разбор полетов, разбор просто вот этого прокса в колы, я так понимаю. Ну 6 лингов вперед бежит, он еще как бы проверил прокси и вообще не разведывается, самое прикольное. То есть сейчас просто на Ильичи прибегается сюда, отменяется пилон, отменяется нексус и все. Так, линги прямо мимо пилончика пробегает. Блая бежит, я не помню, почему он так агрессивно ищет, это жестко. Забегает к газу рабочим. Ну тут разводить пытается. На второй базе, почему Блай не грызет пилон ничем, я не помню, на второй. Вот Мазерфор готов, в итоге ничего он еще не успел сделать, ни пилон не убил на второй. Сейчас еще уверчаж давайте сюда выставиться. Уверчаж выставится, но Блай сместиться на мейн сможет абсолютно точно. Так, 3 линга на уверчаже терять в такой ситуации, зачем? Этого можно было не допускать просто. Линги падают, все новые и новые, если бегут, Блай ставит там хату уже сейчас. 4 линга есть, Блай принимает бой как бы в не очень хорошей для и себя, и просто с позиции в принципе тоже. Новые линги будут подходить сюда, да, будут новые линги подходить. Ну, ситуация, блин, для Блая, на самом деле, я бы сказал, ну, такая щекотливая, ведь он ничего здесь не сделал пока своим вот этим врывом абсолютно. Так, зелок на мейне тусуется. Вторую Блазу Блай будет сгрызать, естественно, сейчас лингами. Не знаю, зачем он на мейн всеми бежит, сейчас для меня просто загадка, зачем Блай бежит всеми лингами на мейне. Конечно, можно вторую грызть сейчас просто спокойно, два зелка готовы, то есть надо как-то держать все это дело на мейне пытаться. Так, пробочек падает, зелок падает, да куда ты, Блай, ломишься тут? Допонтовался Блай сейчас, по-моему, просто допонтовался. Это провал, ребята, 18 лингов еще строится. Ну, верчарс, правда, выкинул, гиты еще не готовы, но скоро будет варп уже готов, что-то, Блай, ну... Не, ну здесь как бы еще лингов масс бежит сюда, поэтому можно, можно напрягать. Но Нексус нужно сгрызть, если Блай Нексус не сгрызет, все, это катастрофа для него. Причем он столько строит собак, что сейчас даже если он Нексус грызет, может не прокатить здесь ничего. Так, Пилон отменяет, Нексус начинает тоже отменять зелки с двумя центрями спускается вниз. И, кстати, для Блая тут еще и Нексус вопрос, отменит он вообще или нет. Встает остро, принимает бой с зелками, бой крайне криво принимает как-то. Линги еще новые дотекают, ну хватит здесь лингов вообще, не знаю. Так, Фил сейчас кончился. Обновлять надо просто, обновляет Фил максимально быстро, Линги продолжает грызть. Ну, Нексус вроде как-то... Куда лингов-то уже рабов заказывают? Ну, Ё-мо, че Блай рабов-то не заказывают? А, ну он хочет еще при втором, видимо, спуске вниз отгрызть оппоненту. Все, Нексус падает? Да не надо так делать-то, ё-моё. Почему, когда я смотрю игры Блая, мне ему хочется дать иногда, больно, бля? Просто, я не знаю. Когда вот такая шляпа происходит, бля? Блай, конечно, понимает, что он делает, но я понимаю только одно, что Блай просто теряет здесь миллиард юнитов и все, как бы. Ну, хотя, Нексус хатка есть, а здесь Нексуса нет, ну, то есть Блай хочет в натуре немножечко оппонента по... Он попригорал, видимо, я не знаю, но... Шансы-то он оставляет просто, можно же более бесшансово сделать все более четко, сгрызть было снизу, там, нормально, вот мне здесь не отдаваться жестко. Так, Линги еще новые-новые прибегают. СН3 пытается Блай сгрызть. Крайне сложно сгрызть СН3. Нексус надо отменить в очередной раз, да, отменяй. Нексус-то пробку отменяет. Нексус отменит, отменит Блай Нексус в очередной раз. Я не знаю, какой десятый, там, тысячный раз вообще Нексус отменит. Нет, понятно, третий всего лишь еще. Но это уже неприятно, Овер улетает. 23, 26 рабочих больше все равно у оппонента Блай, и он все равно строит собак. Ну, почему экономикой-то не закрепить? Третий хатый, там, я не знаю. Так, здесь Овера пытается, Блай, Овером пытается выманить, собственно, юнитов просто сюда на раздачу. Здесь Сентриана, Рампус уходит. Филд великолепный от оппонента. Вот второй филд не очень был уже, но Линги будут зажать, скорее всего. Оверчар здесь есть. Блай проиграет сейчас эту игру. Просто все, он Лингов всех слел в мясо. Ну что, ну это пока не пишем ГГ, но вот пишем ГГ, доделывается. Просто что Блай делает-то, я не понимаю. Куда он прет? Какая-то дикуха. Мазеркора 22 юнита застебана уже. Причем, по-моему, от пилона-то Мазеркору не пишется. Это чисто дэмэджем он захреначил сейчас. Каучворон делает Блай. Пользователь Альфа-Макс активировал премиум на ваш канал. С ноги? С ноги, с головы и вообще со всего. Ну, желательно с той части тела, которую Блай повысит, как бы, его осознанность вообще действия. Потому что он делает полную туфту. Это 0.1. Это 0.1. Блай просто сливает. Вот сейчас ему проксихату он запилит, например. Гораздо лучше проксихату с победой начинать. Сейчас Блай запилит проксихату, ему его убьют просто. Это будет ГГ, это уже ГГ здесь в первой игре. Ну, Блай, ну, космонавт. Там Даркшрайн. Уже ни Кироучи не помогут вообще. Там Даркшрайн, блин, делается. Лимит просто гигантский. Адепт с Коскорой все атаки просто рабочий громят. Это Ужас. Тихий, чихий Ужас. Мазер Хордит. Бомбит уже 23. Как номер школы, которую я упрямился. А сейчас будет и более еще. Ну, Блай тут типа отбился, но нет, здесь еще пока ничего Блай не отбился. Здесь уже третий Нексус во все делается. Блай не верит, похоже, что проиграл. Один дрон сейчас, это 100 лингов, потом Конфуций. Закажи, не будь жлобом. Замазь лингов сейчас у Бибича Си Джейсон Стетхэм. Понимаете, и Блай. Вот, поэтому, поэтому пока что 0,1. Си Джейсон Стетхэм. 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 Так, 0,1 Блай. Ну, молодец твой Смарин. Не дал его забичевать такой темой просто, и все. Ким Чен Зерк поддержал ваш канал на сумму 6 тысяч рублей. С твоей новой прической тебе бы лучше кепку, но раз хочешь диван, то пусть будет диван. Спасибо, что ты такой за крутой чувак поддерживатель. Спасибо тебе большое. Ну что, диван заказывать чуть ли надо, я чуть не понимаю. Спасибо тебе, братан, еще раз. Обойдемся без кепки. Элегантно так, видишь? Скоро уже лет через пять буду, как бы, с двумя половинками здесь, как эти в Вавилоне 5, которые на Белой Звезде летали. Как их там звали-то? На людей, похоже, забыл. Вот так вот. Ну что, обнаружил протс-хату? Да, обнаружил, уходит на ХГ. Сейчас два гейта у него. Спасибо большое, блин, тебе, Ким Чен Зерк. Вот, ну что, на тридцатку, как я собирался, на диван собрал. Ну ладно, тогда еще день, еще завтра пособираю. Вдруг еще кто запилит, может... Чё, погодите, а где Текс-2 вообще? А вот Текс-2. Может быть, как бы, тогда кто-то еще просто мне пришлет 30 тысяч, и я более жесткий возьму. Ну, до конца месяца, да, разберемся. А так уже, в принципе, сбор завершен, можно так сказать. Так, 26, 2600, это 2800, 2600, это 1400. Так, ну да, на комиссии, конечно, на ГГ в плеере. Ушло много, но ничего страшного. Не буду вас не выжить. Диван это 26 тре плюс 10% за доставку. Плюс комиссия. Так, чё-то у Блая, ребята, все провально просто. По-моему, здесь он просто проиграл эту игру, и это крайне печальная ситуация. Плетки не отменяются вообще Блаем почему-то. Линги где? Линги пытаются здесь что-то помешать, сделать процессу, судя по всему. Пытаются, Блай, с Динамы, здесь два адепта уже. В рабах минеральной линии они встречают очень-очень больно Лингов. Ну это катастрофа, это катастрофа, ребята. Блай тут пробку, хоть одну пытается убить, одну убивает. Уверчаж выставлен на вторую, Зилка надо бы убить сейчас. Блай тут как бы пытается, пытается извернуться из этой ситуации, но плеток нету. Одна плетка нужна, всё, тогда ситуация может быть другой, может быть иной. Адепта одного подбреет, Блай уйти лингами. Сразу надо, Мазеркор, можно королеву попробовать подрезать. Пробует это Блай сделать, кайтит как может. Ну блин, это по-моему провал полный вообще сейчас Блай творит. Мазеркор, успел убить Мазеркор, провал полный. Королева новая заказана. Адепты пытаются окружить здесь Блай. Блай, как же сейчас Пейлова всё для него происходит. 28-44. Минбарца, да, минбарца. Хата падает, ну допунтовался Блай. Ведь на утро реально хочется Блай двинуть за такое, блин. Мы пришли смотреть и у Игры просто, а он какой-то просто занимается говноедством каким-то, реально. Ну что это такое-то вообще? Ну всё, здесь уже ничего не сделать. 25-29 парабам, что здесь можно сделать? Оппонент прочитал, просто всё отменил. Это просто, ну... Ну да, пацаны, что-то сборчик на диван хорошо идёт. Удва... сумма удваивается. Турецкий. Ну, вчера было 30, а завтра, ну... А сегодня уже нет. Ладно, шучу. Приветствую, МСК2TV, ребят. Когда-нибудь Блай выигрывал? Бред Пит просто какой-то, я не знаю, сейчас. Это же реально бред какой-то. Так, Линга приходит, здесь с Индрей Мас приходит. Я не знаю, наших там не осталось, будем смотреть не наших, что тут поделаешь. Ну, приятно было посмотреть, как Блай далеко пройдёт и всех развалит, но... Спейсмарин, кстати, игрок-то не очень-то и слабый. Он ГМЛ, причём стабильный, очень неплохой ГМЛ. И... Чё Блай с ним так решил, ну... Такую адовую бредятину сделает? Блай, говорит, подсел на игру, которую Майкер сейчас стримит. Дивинити вот эта, игра от неё тоже. Я говорю, это, ну, не полезно для Старкрафта скилла. Вот это вот такие вещи, Блай, говорит. Ну, невозможно, типа, всё время трениться, типа, иногда полезно. Ну, вот тебе и полезность всю мы наблюдаем. Просто вот сейчас два делка приходят. Мейн Блай, конечно, сейчас потеряет, сейчас ещё королев убьют. Сюда ворваться без шансов. Где ещё Даркшран сейчас будет готов? Подальше, выше и правее. Здесь где-то, что ли? Ну, это стандартные места, понимаешь? Это Блай, как бы, с ним все проверяют хату. От него эта хата ставится одна в трёх играх точно, как бы, а то и в двух. Очевидно, что тут печаль-беда. Блай до конца гейминг какую-то демонстрирует. Бегает, точно, Блай, всё, печаль-беда. Блай до конца гейминг. Повторы было я там смотрю. Что там смотреть-то, блин? Все уж очевидно. Был, наверное, удивлен, что так прям вообще не сработал. Пуш у него просто он обычно против всего, походу, работает. Блин, блин, я не успел отписать SpaceMarine, чтобы он заинвайтил бы меня в следующую игру. Но через Варди буду прыгать туда, куда он, судя по всему, заходит. Туда и я буду врываться. Субтитры сделал DimaTorzok Варди меня добавил в группу и сейчас он будет когда-то заходить и меня будет. О, Пнерчо против Канины будет сейчас четверть финала уже. Ну что ж, неплохо, по-моему, вполне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пошел инвайт. Опа, Милка ведет спаситель СНГ. Да придет вообще. Да придет спаситель. Так, а с кем Милка бьется-то вообще? Так. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, Нерчо против Канины пока отменяется. Я Милку посмотрю. Он 1-0 ведет. Так, Лерона, если победит, он вообще там со смутом будет биться, ребят. Ну посмотрим, Милка. Вообще-то, как бы... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, ребят, не ксусочек здесь у Милки, а здесь прокси рипер, смотрите. Ну здесь уже делок почти готов будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, риперочек полетал, похоресил. Пробку-то хоть одну, ни одной пробки не подрезал акверон сейчас. Ну вот сейчас еще один раз, еще один рипер прилетит, здесь прокси факта при этом. Блин, как же это бесит меня такие билды тирана, это просто дичь какая-то. Намазеркур оставить на мейне, потому что если они сейчас прыгнут сюда, надо принимать их. Адепт сейчас будет готов? Почему адепт? Почему не сталкер? Готов адепт. Так, ну надо отогнать все. А, это даже не факта, ребят. Я прошу прощения. Это, конечно, Либератор. Здесь Циклон готов. Супер вообще наглый. Супер охреневший. Здесь билд, ребята. Риперы, Циклон, Либераторы. Это самое, что меня просто бесит. У террасов вообще такая тема. Ну, она напряжена, но вот если ты грамотно понимаешь, что происходит, а сейчас надо было понять, что прокси рипер, а после прокси рипера часто какая-то хрень происходит, то можно было бы сообразить, да, что тут такая тема. Так, риперы прилетели на второй. Риперы вообще наглеют, короче. Циклон приехал. Не знаю, стоит ли телепортироваться сюда. Сейчас минуснет просто адепт по Циклону. Верчаж надо ставить. Мне вот нравится. Милка, я не знаю, а Милка как бы ладно, там он 1-0 ведет, не буду его ругать, но блин. Прилетел Либератор. Где сталкер? Где что-нибудь вообще, что его может убить? Так, да вар сталкеров идет. А как они, с какой стороны ты его убьют? Здесь пилон поставил, что самому не зайти сюда будет. Что за бред вообще происходит? Вот этот пилон мешает сталкерам отсюда стрелять вне рейнжа. Либератор, Либератор складывается, улетает. Говнюк. Заново. Ну вот, пропустил момент. Сейчас можно выбить было без потерь. Пропустил момент. Сейчас Либератор сам там выбьет. Все. Риперы на мэне. Разваливают. Клам, видно, что Милка не готов к этому билдосику. Одного минуснул, второго не минуснул. Вот с потерей сталкерсис Кулиберка забрал. Адепта не отводит. Циклоном тиран разводит. Два уже циклона вонючих. Я извиняюсь, если ЦЦ на мэне есть, то это катастрофа для Пропса. Пока еще у Милки нормально. Рабочих больше, там всего больше. Но скоро будет провал. И какие-то имморталы какие-то строятся. Зачем они здесь строятся вообще? Лови же ты их. Лови. Лови. Самого поймали. Ну, Филды где, блин? Ну, ё-моё. Раз, два. Вот они здесь останутся. Всё, я чуть переживаю с перебором. Ладно, не буду, ребят, с таким перебором переживать. Здесь здание поставили так, что самому не подойти под Либератора Пса, блин. Ну, вот сталкер пока шоу получил. Сейчас выстрел. Это сразу минус сталкер за выстрел в итоге. Вот он, кстати, хрумность собака этот Либератор. Так, минусует одного, того же сразу. В итоге вместо одного два потянут. Здесь опять Либерок прилетел, вонючий. Тоже блочит сейчас. Здесь ССС-ка уже вниз пошла. Бью его во всю сторону. Ё-моё, здесь пять бараков. Откуда? Столько? Куда? А, Старпорт реактор здесь. Будет зажимать еще, в общем-то, с этим Старпортом. Здесь опять Либератора неоткуда сбить. Милка заходит. Не все сталкеры нормально зашли. Два сталкера минус в итоге. Ну, два, ладно, два. Это не так уж много. Риперка подрезал на халяву. Тут это уже отдача от тирана идет. Но для Протса здесь катастрофу, как бы, я не знаю, что Милка собирается сделать. Вот он тут пытается Циклона на халяву метать. Хитрый Милка там. Пока, пока выводит это все вперед, там Амуртлов делает все ранже тирана, и тиран видит, как бы, все, ничего не сделать. Так, здесь два медивак строится, группа Био уходит вперед. Камни тиран подрезать зачем? Так, ладно, затем чтоб еще раз убить их. Навесом через приз прыгают мародера. Мне всегда нравится, как это вот так и происходит. На таких местах. Навесом еще. Хочу бы навесом дальше бы не стрельнуть, чем шесть ранжанов. Ну, ладно, это уже бредятельно. Так, Циклончик минус, Милка вперед двигается, плюс четыре гейта. Призма есть, есть Призма стоит на мэне. Че она стоит-то? Призму-то бери, ё-моё. Так, два. Марики на развороте пытаются подраться. Минусуют, Милка, двух Мариков. Один сваливает. Ну, сейчас наркота кончится. Адышечка-то свое возьмет. Но он почти добежал до основной группы, поэтому все ок. Про призму Милка вспомнил. Сейчас видит прекрасно тиран, откуда идет Протас. Протас заходит и просто... Что ты делаешь? Три филда пошло. Успел филды поставить. А вот адептами надо не сейчас по факту послать, а когда ты идешь вперед. То есть, ты послал и видишь, что ага, это халявная разведка. То есть, сейчас можно армией идти, просто чик-чик-чик в разные стороны послать. Я сам как бы про это забываю чаще, чаще всего. Но, на самом деле, это важный очень момент. Су-24-82 по лимиту пытается Милка продавить. Но даже если он как-то удачно сейчас зайдет. Вот посмотрите, сколько медиваков полетело. Два медивак, сколько? Два всего полетело. Но этого достаточно, чтобы убить все там просто. А здесь, по-моему, достаточно, чтобы отбиться. Тиран у Юмия тут вполне. Так, с КСМ-ами пытается вперед. Два медивака разгружаются. Баттл пошел. Ну, филды неплохие, в принципе, относительно у Милки. Но куда он на муве-то идет? Е-мое. Своих эморфл облочит. Он ножками там дрыгает. Щекотит его с автоматов мареки по брюху. И ничего не сделает. Про дроп тиран вообще забыл. То есть он стоит, тупо как бы не контролит. Сейчас Милка придет на халяву назад. Еще дроп эту армию свою отобьет. Будет нелепо тогда. Но нет, ничего Милка уже не отобьет. Здесь Либерки вылетают. Здесь врываются био-юниты. Так, раскладывается Либератор. А ГГ-4. Ну, продает, очевидно, 1-1. Ну что же, надеюсь, сейчас получше сыграет он. А ГГ-4. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, а чтобы он достраивал, я не понимаю, зачем ее достраивать-то Но он взлетит-улетит, а сдалека Минки будет строить Ну не знаю, короче Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, Канин против Нерча Все готовы? Готов Нерч, готов Канин Давайте смотреть другие катки сейчас Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Так, ну что? Так, 4 барака пошло. 1-0 нельс ведет, здесь 4 прокси барака, у Канина вообще в наглую. Нерч никак пока не реагирует, допушка строится прямо здесь. Проверяю что-то, а не, Нерч просто к оппоненту побежал. Опа, барак стоит, опа, много мариков идет вперед. Роуч Ворон заказан, хату Нерч не отменяет, решил оставить, сверху плетка пошла. Ну тут 4 марика за раз строятся, конечно надо на ХГ заходить, что там снизу тусоваться. Ну это похоже вообще на 1-1, я крайне тяжелый вижу эту ситуацию для Зерга, то есть как ему отбиться. Ну посмотрите как Нерч четко Мариков пытается зажать и зажимает ведь между прочим Канину несколько Мариков, но он контролит. Контролит пытается очень-очень жестко. Сзади КСМ очень сильно помогает, Королева минусует, Лингов минусует. Кажется... Так, Канин продавливает здесь или нет? Ну дроны покатались не слабо у Нерча, надо хату все-таки минуснуть и Мариков побольше подкопить здесь. Один роуч, два роуча заказано с плеткой сверху на ХГ, плюс реводжеров, если Нерч может запилить здесь, я думаю можно неплохо в принципе здесь все сделать. Канин заходит на ХГ. Плетка начинает ковырять уже. Марик... Канин спускается с ХГ. Пришел демоджена, получал, два марика потерял. Нет, похоже Нерч все-таки слишком крут для Канина. Даже он в такой ситуации не может тащить похоже на то. Так, роучи с брудлингами спускает. Два марика уничтожено? Нет, они выжили кстати, смотрите-ка, но они еле живые вообще. Надо сплетануть сейчас свечнуть зеленых с этими красными. Я не знаю, для Канина кроме как дожимать, вариантов я просто не вижу. Куан пошел там, я вообще понять не могу. Он в тыл роучем хочет зайти сейчас. Ну зайдет он в тыл роучем, а дальше что? Так, роучи камни пытаются сбрить. Здесь Мариков нужно красных назад увести. Чего Канин не делает сейчас вообще. Нерч очень внимателен. Отходит ручами. Не смог Канин минуснуть ни одного. Таким! И личинки хрен знает. Сейчас они уже погибли бы сами бы. Так, здесь Мариков на местами поменять. Барак полетел. Еще один подсвечивать куда-то ХГ. Да тут уже не надо подсвечивать. Просто спокойно зайти и попытаться минуснуть. Все. Так, счета нету. Да, один ноль няч, я прошу прощения. Он сказал Варди, но я не проставил вам, не сказал. Ну да, здесь смотрите. Здесь у нас семероучий и плетка королевы. Один реводжер будет на 20 Мариков. Приблизительно плетка перекапывается. 9 секунд. Погодите, а плетка всегда 9 секунд перекапывалась? Или мне кажется, что раньше 6 она перекапывалась? Спорка-то вообще 3 перекапывается. Так, по октаву Ханин дошла. Он танками хочет плюс мариками здесь попытаться заблочить и понять свой. Так, здесь реводжер закат. Чего боится-то Ханин? Здесь слишком много мариков, чтобы бояться вообще. На своего же реводжера Fireball кинул нерч на этот косяк. Видимо, у него быстрый каст тут отработал. И где мышка была, туда и кинул, судя по всему. Каст. Так, хат пробивает. Ханин убивает. Максимально быстро ее. Факта где? Факта на мэйне. Нужно он танк запиливать сейчас. Ханин собирается, то есть сейчас с мэйном попытаться развиться там как можно дольше. Привет, Старапарет. Всем привет, ребят. Разбирает Ханин нерч сейчас. Барак падает. Мариков практически не осталось. Нужно отступать сейчас. Нужно уже домой Мариков водиться и развиваться хочет Канин. Так. Так. Факта. Лаба. Старпорт. Так, здесь мэрики на ХГ уходят. Канин... А! Он собирал с танком сюда прилететь. Но это катастрофа, конечно, что он все отдал. Ну, по дефошкам у тирана все в порядке здесь. Какого ничего не сделаешь с дефошками с этими. Так. Ну, Мариков сейчас новый кэш будет выходить. Нет. Кэш уже будет их минусовать. Реведжеры, кстати, за два удара Мариков оказывается... А, ну, хотя, да. Почему? Роучи же за три минуса. Три роучи ваншотят. А реведжеры вдвоем с двух ударов. Ух.. В Орди. Ка-хова. Три реведжеры вдвоем. Иremo. Март убит. Как они так? Ну что, фаербольчики на хгн, я же тут соцечку проблевая тканин еще провально как-то ставит здесь рядом. Канин не сдается, 32-60 по лимиту, тут барак золота нерча брочит, нерча лэр. Да нет, я уверен, что нерча с такой ситуацией уже просто не отпустит, скорее всего. Навряд ли Канин что-то тут сможет сделать. Я пока сеточку обновлю, вроде как здесь я не один, паузу отжимать не пьется. Снуд против Аквирона бьется в нижней части сетки, гуру с фанком. Так, Спейс Марин возможно так будет биться с гуру с каким-нибудь. Кру там Синди бьется, ну не знаю, не знаю. Короче там очень масса ЗВЗ будет скорее всего в полуфиналах. В четвертьфиналах еще как вы видите не везде ЗВЗ. Собственно нам полуфинала и надо посмотреть, и я потом буду закругляться, наверное. Потому что квалифицируют три игрока из полуфиналов, которые попадут в Венеров. Ну и матч за третий также будет. Не может Канин тупо понерчу стрельнуть лингом. Ну все-таки развел его еле-еле как-то. Здесь барак слабый и барак просто реактором. Строются танки еще маленькие. А, то есть он будет улынить с одной базы, я понял. Короче, возможно золото займет здесь как-то реактор на Старкорте. Вообще как-то бред, вообще полный Канин делает сейчас. Вообще не будет. Но он, понятно, не заулынил, а он пытается доулынить оппонента. То есть он не уверен в своих силах, естественно. Так, здесь викинга королевы чуть не минус нули. Неприятно. По шесть мариков строят Канин сейчас. Так, три здесь, два А и три здесь. Вообще без пристроек. Бараки пытается за счет золота, соответственно, еще с боевого лимита намасить. А, у Нерча 12 муталевсков. Нет, это все решит в итоге. Я думал, что у Нерча тут боевого лимита не так много. А у него там 12 муталей. Конечно, он сейчас выбьет эти танки. Он выбьет просто все. Канин отлетел назад. Как кто кому-то выйдет, если он танками не улетит под мариков? Я думаю, Канин ГГ напишет. Хотя марики сюда идут, но они не успеют, по-моему, ничего здесь прикрыть. Так, вот что-то дроны тут катаются, смотрю. Все, вылетает мутка. Минусует викинга, минусует танки. ГГВП, пишет Канин. Это, очевидно, и есть ГГВП. Нерч в полуфинале ждет победителя Снута Акверона. Я думаю, что там будет без сюрпризов. Это будет Снут, скорее всего. Ну и мы ждем, когда что-нибудь далее будет происходить. Так, Снут ведущий. Все, отлично успел, как Верону. Погнали. Снут 1-0 ведет. Ну что же, Снут победит. Нерч против Снута. Крутое ЗВЗ. В общем, мы посмотрим тогда. Звучит, конечно, может быть, не так круто, как хотелось бы. Но посмотрим, посмотрим, ребята. ЗВЗ тоже крутым бывает. Нет, Снута реально крутой ЗВЗ. Ну что же, Спейс. Так, Спейс, Марина, еще оппонента нет. Томикус оппонентный. Возможно, мы еще во второй полуфинал успеем, я не знаю. Возможно, и не успеем. Еще по времени. 21-31. Не так уж много времени, в принципе. 1-0 Снут. Этпенчик отснута. Надену я часы, как босс. Чтобы время контролить. Кто такой Hellraiser смог квалифицироваться на турнире? Hellraiser это тиран с украинским флагом. Вот. С картинкой, как у этого. Кого-то там, Экзе, от которой всех бомбануло не так давно. Короче, в этом плане дурачок. Но уровень, видимо, присутствует сейчас. И квалифицируется, если то. Ну, может, не самый топ, как бы. Ну, ГМЛ стабильный, по сути дела, я думаю. Короче, ждем, ребят. ТСМ готов. ТСМ готов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 не ну ладно хотел я сказать давай я тут за просто снов 20 но это им бы конечно тут я не считаю что так не считается ты вообще я не видел ситуацию уже и не так уж хорошо все у тирана прилетает рипер сэшка заторможена была очень долго что замерцание на стриме не знаю может тебе сигнал кто-то отправляет я не знаю что там замерцание братан так что рипер минусу спалил дождь галима и проверил всякие вебмани не поддерживает ли меня кто на вебмани какие нет никто никого не поддерживает ребят всем спасибо большое за поддержку ким чины зербу ким чиныру хотел сказать вообще огромное спасибо вот за поддержку ну что же дивану быть как говорится ну и что завтра денек пособираем вдруг прибавится все равно придется на своих там пару рублей добавить комиссия ггплея это понимаете ли а я сумму указываю ту которую мы полностью прислали без комиссии ну что бэйлинги взрывает лиги новое дотекает но уже два гелика между прочим у терраса то готовы и снук здесь бэйлинг баста может не дожать здесь так взрывает рабочих не слабо гелиги сейчас еще два достроится скоро нужно ли снук тут так улынить до конца и не буду демонстрировать так маслинги врывается тиран здесь затупил что оставил часть униза здесь марики падают ксм их врезаются линги ксм падают просто гигантское количество как же смут все четко делает он не стал просто он минимизировал сплэш на лингов сейчас и сгрыз просто максимальное количество рабочих все четко сделал абсолютно еще с 1 ксм еще и здесь по бреет выбери 1 если гюд смут пробреет все ну ты видишь сам уже здесь как бы ничего это 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 печаль чё за мерцание то я не понимаю давайте посмотрю то я хоть нет вроде никакого мерцания так пабра побрели вперед ручи на перевозку на перевозку дивана 26 рублей он стоит 10 процентов доставка до дома до квартиры как бы получается если это 28 600 он будет еще 1400 но кто через гг-плеер поддерживает на миг пойти много гейти и штоквером 2.0 днем с нерчем так у меня подписок на канал 5071 подписчик на данный момент сати блин за пятерку перевалил я даже не заметил эту цифру я помню три было как-то последние разы короче спасибо всем за это ребята так еще и смайлик я новый должен напилить был между прочим смайлик ты так и не впилил ну ладно разберемся как диван за трубу на смайлики собирать на новое афп было понял вы чё ребят меня путаете вот он на 4-то старый профессионал ты чё нечь против смута вот здесь вот как бы можно реально как бы по приколу ставить да там 5050 кто за того за кого вышит реально 5050 по уголимая хотя из будто у нас чем боюсь уже спорить он постоянно угадывает длина как специально все не по прогнозу вдруг он натуре как бы ему задолжаю там есть граница 300 баксов типа условных буду должен мне из вьетнамцев пришлет киллеров блин нет красно третье вьетнамцы живут застепают не там где-нибудь ладно шутки шутками все это плохо на самом деле ну какие были сетки и были ждем смута против нерча сейчас будем врываться это первый полуфинал кто победитель сразу же собственно за коту будет биться true все-таки инди выиграл с трудом 21 нифига там инди бился струк гуру с фанком так они выиграли спейсмарин ждет оппонента ну подорвался нет ханфи нам не нужен топ-1 зерк чего буквально недавно нерч был в европе топ-1 зерк сейчас нерч как-то на спаде на каком-то снуд хз снуд как-то ну не знаю вроде стабили но не может затащить как бы конкретно какой-то крутой так варди создает от наверно снуд нерч уже у нас что-то тут лежишь что-то тут как бедный родственник лежишь мы с тобой гуляли сегодня реально много раз так только что с мамой гулял там дождь галима идет куда-то меня тебя собрался что-то мне лапу даришь воротам ты же знаешь что я тебя всегда веру всегда не отдыхает от морозок помашь параши соскучился по машин так мил к сожалению проиграл акверону ты мне сейчас держ денег надеюсь через пьетнамцев с третьего этажа у нас здесь 6 часа так мы продолжим вот здесь наше время так как вы будете делать какое-то районное место что это накровение какая-то так как вы думаете а это не знаете и столовой не знаю так это касается Продолжение следует... 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 посмотрим. 22 Снута, 25 у Нерча. Не похоже, что здесь как-то печельдос какой-то происходит. Хотя дотекание у Снута большое здесь рядом присутствует. Ленге пытается окружать. Нужно окружить, нужно фаербулить что-то Снуту. Что-то ничего не фа... Ой, сзади в тыл зашли там несколько роучей сейчас Снута. Фаербулы пошли. Нерч пытается зафокусить. Реводзеров не так-то просто это сделать. Реводзеров не отфокусал. Посмотрите, на этом действии погорел сейчас. Нерч 95-86 в пользу Снута. Вот. Это 1-0. Покидает Нерч игру. Бомболеск. А, еще у Нерча... У Нерча еще и бомбит в последнее время, поэтому я думаю, что Снут должен тащить. 1-0, ребята. Так, Гуру со Спейсмарином, Гуру Фанка еле там 2-1 одолел. Все, Гуру Спейсмарин. Если Спейсмарин победит, то может ПВЗ будет в полуфинале другом. Гуру... Ну, я крайне... Крайне сейчас маловероятно оцениваю его шансы. Крайне маленькие. Так, Ларби создает, прыгаю в игру. П ОTOВ... ПО- Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он уже 1-0 везет... Давай символически чисто по приколу... На экспертность... Прошлый раз я там должен... Как бы проиграл... Ну а здесь должен отыграться я... Ну блин, сейчас... Сейчас походу нерв перевернет, если... Ты за будешь... Ну Снут собирается встречать Смуму... Может быть восстановить добычу газа и Беллинг Нест пилить, я не знаю здесь... Прибегает нерв, видит, что нет хаты, будет на ХГ забегать или нет... Вопрос хороший... Забегает на ХГ, Снуту в тыл, надо забегать лингом этим... Забегает в тыл... Сейчас давайте Дронов из-за своей тактической хитрости потеряем, как же Снут хорошо это все дело принимает... Дроны на ХЛДе, два потерял, но по рабам ровно осталось в итоге... По лингам у нас 12 в 6 пользу Снута, не аж там уже Дронов каких стоят... Сейчас Снута ему хату отменит, я чуть не понял, что-то что за наглёж, что-то такой... Здесь тоже хата пошла... Так, ну нафиг гоняться-то за этими лингами, королева справится... Так, не очень крайне выгодно, как-то сейчас дерется своими лингами... Минусул Снуту одного, но теряет двух в итоге... Здесь две королевы спускаются, Снут лингами прибегает... Вот тут две королевы спускаются, я повторюсь, еще раз... Так, нужно подводить сюда все, Снут масит, еще лингов сейчас много реально... Нерч тоже подмасил лингов немножечко... Принимает Снут бой... Королевы, кстати, кривовато, у Нерча стоят под рампой здесь... Получает много дэмэджа, они слишком вот сейчас, вы видите... Лингами кусаешь эту королеву, Снут кусает королеву... Королеву продавливает, дрон избревает, дрон чтоб не мешал королеву атаковать... Королевы падают все у Нерча... Еще одну пытается минуснуть, минуснет вот эту... Нет, не минуснет, лингов мало, дэмэджные очень линги оказались... Здесь дрон пытался стать за минералами, ничего не получилось... Дроном газ успевает Нерч запилить, как он вообще успевает это делать, я понять не могу... Так, здесь Снут выгодно достаточно разменивается, линги у него Смун... Линги забегает на ХГ, линги и линги сгрызает, королева Нерча пытается уступить, но кажется... Нет, держится пока Чертяга... Так, со второй базы линги приходит... Чуть-то нет, что-то тащить начали, неожиданно... Ну, в натуре... В натуре ботлнет еще, он просто... Пошла замаза... 18, 11... Да, Снута, Стилимита больше до сих пор... Вот он пытается ворваться здесь, пытается окружить оппонента... Королев сейчас 50 энергии будет, надо жрать их нафиг... Так, линги все новые и новые бегут... 32, 32, полиамид... Королев попытался Нерч не спустить... Не спустил две королевы... Трансьюзики пошли, надо грызть у Цинергии, которая сейчас вторая за Трансьюзена будет, естественно... Так, вторая за Трансьюзена, но все равно Снута как-то больше здесь, и все равно он грызется на хг... Лингов принимает здесь большим количеством, королевы все упали... Покидает Нерч игру... Не, ну я сказал, что Снута, я думал... Ну вот здесь, на самом деле, как бы, ну, пофиг, пофиг на все мне это дело там... Ну, здесь, честно, по крайней мере, здесь хоть более 50-50... Там-то, конечно, ну, предыдущую ПЛ выиграл бы... так... Продолжение следует... 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 Так, это я ещё раз прожарил рекламу... Саундбёрт, я тебе уже говорил, что... Если хочешь поддержать, там в описании канала на Гудгейме есть программа, которая звук углаживает. Так, где-то там ваши войска, говорят, атакованы, не знаю, где там они, кто там атакованы. Так, ну сгрызает, смотрите, я нерчу сейчас слингов, бейлингов 4 штуки морфиса, нерч, кстати, не видит это все. Бейлинг Нест еще не готов, ну плетку у нерча будет. Так, сейчас, подождите, хакуй там что-то. Так, заходит Снуд, бейлингов не пропускает нерч его сейчас вперед. Надо грызть королеву, нужно грызть все, что видит сейчас Снуд. Ну грызет вроде как. Ну королев спасает нерч своих. Блин, ну Снуд тут последний взрыв вообще не в тему был. Последний взрыв от Снуду вообще не в тему был. Ну Снуд пропушил, по лимиту меньше, но боевого меньше. У Снуд сейчас надо добавить лингов побольше. Вот линги сейчас выдут парочку штук. А, у Снуд всего один линк. Еще несколько лингов делать. Сейчас нерч контратакой. Давайте еще дронов тут на минусую Снуду. Снуд что-то тупит, уводит дронов. Да, пока что больше, но сейчас меньше может стать легкую просто. Королева спускает, первый бейлинг готов. У нерча тоже два бейна, но он не собирается. У нерча третий уже, хатку там ставят вообще на изичах сейчас. Снуд взрывает, бейлингов принимает, добавление дронов. Что на третью базу выходит? Нерча бегает через минеральную линию, огребает. Линги падают все. Ну бейлинга еще умудрился на халяву выманить. Ну парабам одинаково по таймингу хаты сейчас. Снуд будет отставать немножечко, но это не страшно. Счет, да, прошу прощения, 2-0. Снуд идет. Монголы это не те монголы. Ну что, монголы нормальные монголы. Так, камни активно тут мунг грызет. Нерча этого не видит пока что. Что-то там линк один побежал. Что с нерча не видит-то? Лэйр там и там практически одновременно. По рабам чудочку нерч плюсим. Так, ну тут нерча заметить, снуд камни грызет. Надо на развороте бой принять. Снудку принимает несколько лингов. Грыз и убегает сейчас от бэллингов от всего. Два рауч-ворона у снута. Опа, а вот это что-то новенькое. Это мув раучем с подземным одновременно, что ли, мув? Похоже на то. Похоже на то. Я не знаю, как для снута все обернется. Такие экзотические страты. Вот, ну. Может быть даже и удачно. Не знаю. Рауч-ворон готов. Раз, ту рауч-ворона. Или снут просто затупил. Здесь два заказал. Понять я пока, честно говоря, ребята, ничего не могу. У нерча там инфестейшн пошел. Парабам, близкая ситуация. Ну, снут хочет третью сначала раскачать. Да, пошел мув. А второй рауч-ворон зачем? Делать там подземный, не знаю. Будет лучше. Походу это резервный рауч-ворон. Снута просто он тут завтыкал. Так. Линги забегают на все базы. Тут на второй линк. Так. Несколько лингов нерча плюс бэлин приходят. Опять снут перехалявил. Как-то адово, как он любит адово перехалявить. Что ему сейчас начинают дронов тут шатать и т.д. У нерча уже хайф пошел. Вообще в наглую действует чертяга. Да, мне тоже такое ощущение, что скил у меня в чайничку подупал. Сейчас посмотрим, может он камбэчник здесь еще. Рауч там и там строится. Снута больше, правда, строится. Снут собирается проулынить. Это здесь очевидно становится. Ведь с оверами завтыкал. Вот так вот. Золото ставит сейчас снут. Реводжеров морфит. У нерча уже хайф, смотрите, готов. У снута плюс два заказа, но у нерча сейчас плюс один дает. У нерча инфестеры есть, да, как бы. Есть никаких инфестеров нет. Снут бэлингов давай еще. Ну давай два бэлингов камня взорвем. Ну бывает, ничего не скажешь. Так, два. Вторая атака у снута делается. Роучи много достаточно. Лингов достаточно много. Зачем нерчу хайф ехать? Фаербулы пошли по оверу. По одному. Второму будет. Так, фаербулы пора учим. Все не выкинуть здесь. Выкидывает снут фаербулы. Нет, тут мастер уснул. Тут тоже второй эволюшн. Снута собирает всех оверов, которых видит. Просто нерчовский сейчас. Ну давай кидай, чё-то. Нерч пытается увернуться. Ну один только фаербольчик. Смотрите-ка, попал. Снут у нерч сам наминусовал тут оверов. Ну вот этого-то надо было забрать. Не помню, чё снут мне этого не сделал. Золото начинает добывать. Пять оверов плюсом. Еще строчи сопляблока не было. Вот еще один овер. Снут у дискресит. Нерч его минусует. Ну, снут не минусует. Нерчу, чё-то овера. Вот это вот он заминусует. Так, заходит снут. Мимо, мимо, братан. И нерч пытается еще и принять этих реводжеров. Кстати, вполне возможно, что принят. Так, здесь опять одного фаербола не хватило. Что ты будешь делать? Нерч идет вперед с микозом, с роучами, с реводжерами. Снут принимает бой. Фаерболы хорошо сейчас ложатся снутовски. Микоз, правда, нерча не менее круто ложится. Но на микозе там роучи подпринял сейчас снут. Не слабо. Здесь фаерболами почему-то не минуснул снута. Идет вперед. Какая-то отдача странная от нерча. Хотя здесь роучи крайне демеджные, снутовские. Вот. И можно затерпеть 140-150 нерча, чё-то больше стало по лимиту резко. Фаерболы снута ловят нерч очень-очень хорошо. По лимиту тут перевор... Ну, хотя не переворочик. Они все равно снут терпят. Ну, роучи много в до заказе. И плюс 2 раньше у снута буш самое главное. Так, 2-2 у нерча. 2-1 у снута. У нерча пока 1-1. Нерч смещается к золоту сюда. Понимает, куда бить надо. И идет сюда еще очень быстро. У снута часть роучи. Что-то еще там где-то далеко в дотекании. Но нерч без плюс 2 дерет. Вот это ошибка с его стороны, безусловно, сейчас происходит. Так, пытается ну тревозеров укусить криво. Это делает, разваливается почему-то. Ну, почему-то так ревозеров укусить бредово не решает. Так, роучи-заказ большой достаточно-таки у снута. Ну, 154-128. Здесь уже 2-1-2. Нерча 1-2 отыгрывает. Это факт. Не, ну здесь снут пока держится. Ну, вот сейчас, вот сейчас на золоте 143 было. На 150-10 лимитов всего разница была. И у нерча, между прочим, не золото. То есть, если б снут здесь отбивался, у него все бы нормально было, блин. Но снут умудрился сейчас просто здесь как-то кривейшим, просто сверх кривейшим образом фокусить реводжеров оппонента. Так, что он отдавался, блин. Ну, здесь чудеса, какие-то контроля происходят. Снут еле-еле сдерживаются. Ну, сдерживается, кстати говоря. Или заказ вроде как неплохой. Ну, блин, экономика у нерча больше, все лучше вообще. Ватикане выдвигается сюда. Так, фаерболят друг друга. 153-174. Ну, боевой, кстати, почти одинаковый. Почти одинаковый. То есть, снут за счет позиции, в принципе, должен... Ну, не за счет позиции. Да, позиция в том, что он дома как бы, а нерч не дома. Ну, сейчас нерч начинает шатать. Снуту надо бой бы принимать. Спуститься на лоу-граунд как-то жестко сейчас активно. Ну, хат приходится снуту отдать. Он спускает, там, по роучу забирает. Ну, хату отдавать не надо было снуту. Ну, а как ее не отдать? У него сейчас, может, третья атака пошла. Ну, снут, кстати, сейчас может... Знаете, что делать? Он может 200 скопить. За то, что у него рабочих меньше, а боевого может больше быть. Мерча там лидра Дэна уже какой-то делается. Снуту тридцать девять, суту больше пока, да. Ему будет на десятку, там, больше, возможно. Ну, грейды уже слабее 2-2 в 2-1, но армор не критичный по атаке. Вот критично, когда третья доделается, будет катастрофа уже. 3-3, когда у нерча останется. Снут идет вперёд. Здесь фаерболы летят. Чуть не заминусовал, но не заминусовал. Овера в итоге. Нерча вводит. Нерч контролит. Овера сейчас, ну, четвертую ставит. Нужно ли снуту здесь сидеть? Мне кажется, не нужно снуту сидеть. Я просто не понимаю, как он именно побеждать собирается. Нерч заходит к третьей базе. Снута идет наверх. Упускает момент врыва оппонента сейчас. То есть нерч просто на третьей начинает громить. Здесь фаерболы с двух сторон пошли. Надо снуту заходить. Вроде как с двух сторон он неплохо относительно дерётся здесь. Пока грейды у нерча 2-2, все лишь 2-1 снута. Ну, снут тут вроде как разваливает. Но нерч тоже дэмэджа немало наносит. Тут 190 на 130 полимит. Сами понимаете, что это катастрофа. В ЗВЗ, естественно, фаерболы вроде как проходят. Снутовский очень и слабо. Хату вроде как сохранил. И, кстати, флам здесь нерча пробревает. Ну, хватит ли контратаки здесь вот снуту? Я не знаю. Смотрите-ка, 107 на 78 полимиту. Неужели сейчас снут так просто дёшево-дёшево, но перевернёт? Ну, вполне возможно, что перевернёт. Здесь оверы сваливают. А не с мум уже заминусовать фаерболами не получится. Ну и здесь так. Третий армор нерч отменяет. Даже понимающиеся могут минуснуть просто. Реведжеров чё у нас там? 16 у снута, 6 у нерча. Реведжеров меньше намного у нерча. Снут спускается на лоу-граунд, но не через этот узкий проход. Ну, а как через других? Других нету здесь проходов. Так, 155. Долго. Долго снут мутит здесь воду, блин. Надо быстрее спускаться, быстрее бою принимать. Но снут решил, что у него хата есть. Он не будет вообще бою пока принимать. Ну да, позиция не очень. Может быть на хг где-то подраться и попытаться минуснуть, я не знаю. Опять нерча снуту на третью урвает. Сюда будешь делать. Снут в размин собирается идти. Так, овера снут минуснул. Ну, нерч тут в кривой позиции. Бой опять же принимает фаербулы. Ой, как нерча фаербулы, правда, заходит. Но снуту тоже фаербулы попадают, нужно признать. Ну, по лимиту снута меньше грейды нерча гораздо лучше. Сгызается он в реведжеров уже оппоненту нерча, я имею в виду. И разбирает снута. Все-таки, все-таки нерч здесь через потуги жесткие, но стащил. Снут не сдается. Не хочет он пригоряющему нерчу победить. Вот мое мнение, мое мнение, после того, как Снут здесь нерча убил, ему нужно было максимально быстро зайти сюда на преимуществе реведжеров своих. Попытаться сбрить в одном единственном бою. Но никуда Снут не пошел. И развалился, приняли его. Так, тру ждет себе оппонента в другом полуфинале. А я жду хоз снут против нерча. Все, хвост есть, и я захожу сейчас. Снут против нерча. Снут против нерча. Снут против нерчи. ПодBooks. Снут против нерча. Подписывайтесь. ON ОТ GREG. Продолжение следует... 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 А, ну если сразу же это понятно, а то я думал он по скиллухе в конце просил. Ну, я не понял вообще билда Гуру сейчас реально, то есть мы что имеем? Трус мувом Гуру без, ну парабам, да и парабам труд до сих пор ведет. Так, овера минус, ну это неплохо, по лимиту в принципе Гуру в плюсе, но ему надо какую-то плетку, я не знаю, что-то здесь ставить такое, чтобы... С другой стороны трулингов не масел, но Гуру ведь не знает об этом, а если бы масел? Питон ВБГ, а как же, как кайфово смотреть стрим из игры, да с гремчиком, графику супер. Конечно, ребят, подписывайтесь на премию, поддерживайте меня и мой канал, в игре стримов из игры много, качество великолепное. Так, этот труп пробегает нам, и вот сейчас королева пытается сныкаться, ну куда ей сныкаться-то, не слинги падают, Гуру слишком далеко и увез, по-моему, королеву эту. Вот, ну и отблоки отключать еще, поддерживайте по рекредитописанию или через плеер, соответственно. Вот. Лэйру, Гуру, Лэйру, Тру, Тру, Третья Хата, Угуру, ой-ой-ой, тут посмотрите, дрон какой на одном хп выживает, чудом. Линга минусует, плетка, Роуч Ворон строится, будет Гуру Третью-то ставить, чуть-чуть понять не могу. Мув Гуру не делает ни хрена, не делает Третью, не ставит здесь Третья, ставится, уже готова Третья. И Лэйр не позже утру, ну Тру переигрывает Гуру здесь, это очевидно после начала такого фейлового, по-моему. Ну, очевидно, Тру здесь хворит, конечно, хотя Гуру относительно неплохо в последнее время. Ну, вот, шесть дронов в газ, зачем-то он посылает неплохой Гуру. Маслини забегают в разведку, ну, как-то она не особо здесь удается. Дронов, наконец-таки, забрал. Третью ставить будет, да, будет Третью ставить. Здесь у нас шпиль пошел, и, ну, конечно, я думаю, что Гуру можно спокойно крутить сейчас выйти. Гуру, да, мы пробуем чем делается, ну-ка, заберем. Плёточка вниз пошла. Парабам 58-42. Не в пользу Гуру, как вы видите. Гуру дрона встроит, не знаю, прочувствует ли Тру момент, что он может спокойно выйти в мутку, или он будет роучий добавлять. Он сейчас лингов строит, если он хочет мутку, а ему на Третью уже газ надо добавлять. Он что-то куканик не добавляет. Вот, наконец-таки, добавлять начал газ на Третью. Так, несколько лингов выводится. Отменять Третью, видимо, Гуру сейчас. Так, вошла четвертая хата. Так, муталевсков 8 штук и продолжает масть. Еще Тру мутку. Вот он залетает сейчас. Минусует овера первого. Залетает на Мэнди. Спорка не готова. Буквально... Оп, спорку можно минус... А, нет, ну, видит Тру, что спорка практически готова. Минусует трех дронов. Улетает 10 дронов еще с Тру. Здесь у нас плетка стоит. Полимит пока в плюсе Тру. Гуру хотя бы в Рабам уже сравнялся. И полимит почти ровно. Но тут микс, конечно, лучше. Мутка, естественно, решает. Сильно очень. Так, причем при этом всем Тру делает и вторую атаку. Так же, как Гуру, первую воздушную и у Тру и Гидроден пошел. То есть, возможно, в Люру хочет свитч сделать. Он, я не знаю. Так, здесь Криптумары выбивает. Тру надо еще дальше лететь и выбивать. Двух оверов подрезает. Так, Криптумары выбивает. Здесь только не выбил один ближайший. Здесь линги с муткой висят. Инфесторы есть у Гуру, у Тру, у Люркерден пошел сейчас. Так, плюс 2. Пользователь Алексей 32167 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Алексей 32167. Там что-то такое. Никнейм тяжелый, хитрый. Никнейм с. Гуру микозами палит просто в молоко сейчас. Прикольно. Оп, как Тру разводит. Ну, попал Гуру один-единственный микоз. Ну, тут все. Вот было бы два под споркой под королевами, было бы дико. Как же Тру. Да чик-чик, хорошо. Один остался, все. Вообще красавец. Ну, кореец, видно. Мастер своего дела, что называется. Гасток. Пятая уже база ставится здесь. Вообще жесть какая-то происходит, по-моему. Гуру сидит. Гуру есть шанс на один выход в такой игре. То есть он может попытаться выход какое-то единственное сделать. Как бы с микозом, с королевами. Ну, на этой карте куда королевами идти? Хрен-то куда пойдешь? Так, тестовый премиум есть. Активировать там ничего не надо. Нужно просто нажать его, и будет тестовый премиум. Так, 15 минут. Можно посмотреть его. Так, мутка залетает. Мутка отдается. Идет вперед у нас Гуру. На Люру попадает. Дико сейчас попадает на Люру. Если б Тру успела... Ну, почему он стоп, блин, не успевает поражать? Ну, подождите, пока зайдет наверх. Вообще жесть будет. Так, прилетает мутка. Ну, тут три гидрала есть. Они отгоняют мутку. Гуру сам Люркерден добавляет. У него почти 200, но тут разница вообще. Экономика жесткая. Отдает Тру. Роучи много зачем-то отдает. Хотя заказывает опять Роучи. Странно. Здесь пять Люркеров принимают бой. Здесь мутка пытается четвертую отменить. Кстати, отменит мутка четвертую. Еще Люра добавляет. Зачем-то здесь четыре оставил труп. Почему он все-таки не взял? Взял, забыл Люркеров. Почему ты можешь починиться со целым временом 2-3? А враги валяются. Не хватает минералов у тебя, понимаешь? Будут минералы когда-то, да? Чини. Так, идет Люра. Еще сколько Люры вообще здесь есть у Тру? В общей сложности у Тру 15 Люркеров, у Гуру 8. Но нужно идти вперед. И у Роя заблочил Тру. Хайграунд здесь жестко. Делает хайг. Там с утра Учина по демному и заходит. Ну а что они... Так. А что боится Тру? Почему он Люрой не хочет вперед пойти? Просто если ему позицию занять, то будет все хорошо. Как за это пару дней назад запускал тест. Твой запускался. Может сегодня какой-то баг. Так, нужно закопать. Труще, конечно, посмотрите. Здесь, например, нету оверсира на этом направлении. То есть изи можно заползти просто. Здесь есть спорка. Но Тру хочет с другого направления, судя по всему, вползти. Тру там уже greater spire, 3-3 grade. Так. Роу вообще здесь ползут. Туда-сюда. Вот сюда можно заползти, выкопаться вот под этими юнитами, взять всю Люру и вкопаться вот сюда ближе, чтобы, например, минуснуть здесь Люру. Вот тут он в наглую пополз, просто в наглейшую. Здесь спорок миллиарды против муток наставлены были. То есть просто можно отдаваться. На мейн прям роучи заползать. Здесь на четвертую роучи заползать. Выкопаться пора. Вот что хайповаться туда, не понимаю. Так, на рампе будет принимать. Реводжер пытается труп опустить. На рампе дерется хорошо, но здесь гидрореводжер сзади приходит. Так, здесь роуч неплохо наваливают. В центре Люра, которую никак не выбить. Здесь от Гуру приходит роучи, кстати, без вообще захопки, без подземного мод. Неплохо принимает бой на мейне и на второй. Greater Spire минус. И труп в итоге теряет возможность выйти в грудок. Так, здесь оверсир есть, поэтому роучи долго не проживут. Здесь круглый капаются. Реудеров пару минусну. Гидралах можно минуснуть было бы. У роучера, кстати, ценнее, чем гидралах в плане кастов, в плане своих возможностей. Скупун роучеров на минусал. Жесть какая-то. И в плане и цены. То есть, кто стоит гидрали со 100 на 50. Привет, Ник, все хорошо. Естественно, это прямой эфир. Так, ну тут позиционка жесткая получается. Как Юрке распарил двух дронов, прикольно. Масит тру... Ой, Гуру масит мутку, что ли? Так, у Гуру уже 11 есть, 6 троица, у Тру только роучи люракси. Смотрите, если Гуру обманет сейчас корейца, то это будет вообще... А, вон, смотрите, муталинский уже вперед пошел. О, дает. Давай догоняем всеми-то. Почему все остальные-то висит мутку? Да ему-то что-то висит, не понять чего. Есть масс-транслюзия. Мута на 0-0 грейдах. Это значит, что она просто полгода убивает юнитов с двумя армором. Так и есть. Смотрите, Люркер живет тысячу лет. Гидрава хочет, три гидралиска, всех этих муталисков отгонят вообще в легкую просто. Не предусмотрел Гуру этот момент, что без грейдов мутка-то не зарешает. Стоит заказ, да поздно. Странно такое ощущение, Гуру мне мутку показал. Можно было бы немножко подождать. Так, здесь Роучи на третью врываются. Ну, здесь есть чем минуснуть. На четвертый Роучи в кокону надо уйти. Здесь муталиски выбивают оверов несколько штук. Сколько Гуру намасил может? 22 штуки. Это много реально. Ну, надо пытаться как-то разменять ее, получается. А как ты ее разменяешь? Катру идет вперед гидрой. Ну, без дуры, правда. Четвертую минусую. Сейчас тру Гуру максимально быстро. Оверсит здесь есть. Есть оверсит. Четвертая хатка падает. Но Роучи, кстати, отсюда никуда не денутся. И, между прочим, между прочим, Гуру уже потратил просто весь запас свой ресурсов. Как здесь Гуру принимают? Замечательно. Но на утру 5 бас уже, даже 6, как бы, даже 6 не добывается. Да и здесь добычей сложно назвать это все дело. Вот. Ну, тяжко, тяжко. На мейн можно ворваться, минуснуть хайф, кстати. Будет готов ли тру принимать, я не знаю. Да, здесь люра гидра. Может быть, имеет смысл уже вперед тру идти. Пока никуда не идет. Мутка тут собирается в кучу. Гидра плюс инфестры к мейну подходят. Куда летит Гуру-то? Ё-моё, минус сколько там? 5 где-то мутролисков. На мейне ничего нету, но... Ну, можно хайф вот так вот здесь забрать. Ну, тут дэмэджа, кстати, не так уж много мутка вносит. Тем более, кусок мутролисков отдан уже. Привет, слайдер. Стрим идет уже с двух часов дня. Достаточно долго. Почти девять часов. Вот, поэтому... Уже почти он кончился. Месторождение минералов. Так, больше предупреждать не буду. Ну что же, тру двигается вперед. Что-то как-то жестко здесь. Много юнитов. Очень много юнитов у Тру. А, вайперы выкапывает Труль. Уру, Гуру. Вот еще один Людка здесь остался. Ну, тут даже без вайперов заходит Труль. Ура, ближе. Короче, все-таки экономика подрешала. Ну, Гуру тут, конечно, тащить пытался. Но экономика Труль намного сильнее. Ёма, а что здесь происходит? Гуру к одному и побежал. Все, с его хлам. Ну, 1-0. Все-таки 1-0. Здесь мутролиски пытаются что-то сделать. Ну, тут что мутролиски сделают в конце концов? Они не убьют таких грейжных юнитов. Тут 3-3 уже скоро будет просто. А, вайперы еще зеленка есть. Нет, инфестры, вайперы. Да ну, какой. Ядра. Зиностый Труль. Тут Гуру лимит еще. Он тут непонятно. Бегает туда-сюда. Бегает, понимает, что ничего не сделает. Вот, от игры отвлекаюсь ровно столько, сколько надо мне отвлекаться. Учитывая 9-часовой стрим, я вообще сегодня, в принципе, столько даже не планировал стримить, по-моему. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Вконтакте Клайфинг. Добавил субтитры. Так, с вас плюсики на лайфинге, ребят. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Так, не понял, что там дорожает, где. Ничего нигде не дорожает, никакие диваны. 1-0 ведет, короче говоря, true, ребятки. Поехали, вторая игра. Есть 17-ая хата Гаспулу, ему будет угуру опять пулпевый. Что-то странно. Так, за плюсики всем спасибо, ребят, не забывайте плюсануть. 5. Так, вижу 7 плюсиков. Короче, ребят, всем грамм спасибо для тех, кто не видел, увидел. Ну, там, кстати, очень даже интересные игры были. Сегодня удивил китайца Ассону. Зашатал всех, включая двух кориц. Молодец. Смотрите, кому интересно, великолепный уровень ЗВТ показал. Котлы, часы. Casio Lineage называется. Помню, за 3000 купил лет 5-6 назад, наверное, как-то так. Это было. Да, угуру золото, в общем, прикол мух заказан. Утру тоже мух, кстати, ненамного раньше. Утру не золото. Ну что, много дронов здесь выезжает. Куда они выехали-то? Мимо, вообще, касса, посмотрите, просто поставил гуру. Наконец-то заметил, направляет. Ну, 8 дронов сюда выехало. Это нормальное количество такое. Сразу же добыча утру должна вуручнее больше вырасти, встать, чем утру. Утру побольше. Обычную, вот когда полностью добыча посчиталась, просто система не сразу начинает читать их. Надо всем пару за... Один заход, второй сделать. И вот сейчас ты же вуру сразу больше начал забывать. Конечно, здесь тяжелее обороняться по такому распаде. Я что-то задолбал прямо сегодня из-за меня. Гор вот так себе чувствую. Так, здесь просто плевает. 4, по-моему, у линга гуру зачем-то. Так, гуру третью ставит на второй, на обычной базе. Тру на золоте ставит. Барабам, что-то уже проседает. Много линга вперед бежит. Два бэйлинга там где-то сзади, да, морфилась. Вот, умничь, требуешь денег? Так ты мне должен заснуть сегодня. Ладно, короче. Давайте, смотрите, что-то гуру неплохо подорвал рабочих. Но они не погибли, только дэмэдж получили. 23-25, парабам. Ситуация близкая еще по лимиту. 24 линга еще трудела. Это реально много. Возможно, даже пушить собирается. Здесь-то титановая. Ну да, там этот ремешок титановый, походу, ну, чтоб рука не потела. Он легенький такой. А может, и они сами титановые, я даже не знаю. Честно говоря, я хочу другие часы, чтобы как бы эти на батарейках просто. А я хочу чистую механику, чтобы они работали вечно. Ну, наверное, пока, как бы, вот есть, в принципе, вообще, как бы, ну, пофиг. Деньги тратить нафиг. Не критично, как говорится. Забегают линги утру. Гуру выводит бейлинга. Бейлинг на одного линга взрывается. Сейчас, что-то бред вообще произошел. Так, сплить бейлинга под руку какой-то адский просто на ровном месте идет. Неплохо крутить. Посплетился, ребят. Твой гуру, точнее, тру, да, посплетился. Гуру взрывает тут все. Тру принимает бой. Еще семь дронов заказан. Короче, ничего не получилось, но... Но при этом всем труна получает преимущество. Он умеет, в общем-то. Он умеет. Он умеет. Это делать. Что он умеет, Григори? Умеет преимущество получать на ровном месте. Он же кореец. Так, здесь забегайки-то от Гуру идут бесполезные вообще. Хотя, не смотри, два дрона почти. Гресс один погиб. Здесь лингов принял, тру зашатал. 1-1 у Гуру делается, у тру не делается Грейдо. Ну, кстати, Гуру здесь все в этом плане может подрешать. В итоге, смотрите, парабам. Ситуация 39-32 для Гуру, в принципе, вполне приемлемая. И с 1-1 грейдами этот труп, кстати, будет крайне тяжко отбивать лингов. Кстати, что бейлинги все взрывают. Еще забегание от Гуру идет. Но куда он так ломится? Куда ты так ломишься-то? Ё-моё. Что ты такой агрессивный-то? Так, бейны прям под овером морфится у Гуру. Вот он, блядь. Всегда готов я. Всегда. Вот он, значит, еще. Так, ну, кстати, несмотря на то, что прям под овером морфились эти бейлинги, Гуру забегает, на халяву убивает. Тут просто немерено... А, погоди, с другой стороны еще где-то бейны были. Не понял вообще, как это произошло. В это время линги на золото наламываются. Есть коготь уже первый. Так, Тру взрывает там лингов, бейлингами. Часть лингов. Здесь забегание от Тру идет на золото Гуру. Гуру переворачивает эту игру просто на ровном месте. Ребят, это практически ГГ для корейца. Почему? Здесь 1-1, а там грейды вообще отсутствуют. То есть сейчас Гуру будет все выгоднее и выгоднее размениваться дальше. И у него золото еще выжило, что самое главное. Он четвертую собирается ставить. Вот она, база пошла. Так, здесь один единственный бейлинг. Ой-ой-ой, прорвался на вторую. Несколько лингов прибегает здесь, дронов. Как хорек там просто. Конечно, линк даже не знает, кого бы здесь куснуть. Посмотрите, сколько здесь демеджных юнитов. Ну, Тру, точнее Гуру не лезет особо сюда. Почему? Потому что он понимает, что у него так все нормально там. Короче, Гуру везде все разводит. Пытается открыть по максимуму со всех направлений. Два бейна, хрен пойми, куда взрывать. Королеву на мэне минуснул. Линги живут на четвертой базе. Там что-то ворот. Без бейнов? Чего без бейнов? Давай сейчас всех бейнов потратим в хату. В одну 10 миллиард французов. Еще не факт, что взорвет. Так, забегает Гуру. Просто на пофиг идет сюда. Бейн, блин, взрывает лингов. Тру пытается встретить, пишет ГГ. Он понимает, что здесь не вытащить. 1-1. Что-то тру-то, по-моему, разбушевался. Ждем хост. Пока что-то не видно. Сейчас будет, я уверен, хост. Ничего, все, 1-1 больше не играем. Или кто-то там пошел что-то делать. Все, 2-1 больше не играем. Продолжение следует... 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 Так, он третью королеву хочет дать ей выйти... Выдает выйти третьей королеве... Принимает бой с труд... И, кстати, отбивается вполне возможно... Королеву-то отведи ее в милическую... Хотел я сказать... Хочу я вам сказать... Ну что, отбился Труес, он здесь, в принципе, эту ходку отобьет, но еще все ништяк будет... Там мастятся линги, причем... Так, Труи-Б уже ставит Роуч-Ворон сейчас... Лед копается... Лингов много достаточно... Ботл-Нэч, что-то там ругаешься... Алиса уже предупреждает там... Что-то там она пришла, она там предупреждает... Так, ну королева действует... Все, Гуру отбился, все в порядке... Ну не надо только отдаваться, лезть куда-нибудь там... Так, лингов надо увезти... Видит же, что новые идут и новые вперед... Строит еще дронов Гуру... Зачем он вперед поломился, ну... Да лучше бы стоял здесь, пусть под плетками бы они дрались... Конечно, Труй сейчас разводит, к вам лингов убивает... И нам там контролеру вообще автобуса, что ли, я не понимаю... Отводит там что-то лингов, пытается... Так, здесь плетка две королевы... Трансьюз, конечно же, будет... Эволюшина нету... А вот, пошел эволюшин, перетроп будет... Все, зови скореец, на улынию, блин... Мертвый этот... Серебряный пудик... Лежит на стуле, он тут рядом... Лейвер, у Гуру где так... Здесь будет что, передроп? Ну, Гуру видит передроп-то, ну надо встречать ему, а че он не встречает? Ё-моё... Гуру сбей Овера, черт побери, там маслинги летят... Ё-моё, как долго же он тупит-то здесь... Так, королевы заходят... Овера не сбивают, то ли их пошел бы вот такую игру отдавить, просто тормоз, а? Ну как так можно тормозить-то? Видел же Овер Мортица и ничего не предпринял, вообще ничего не предпринял... Ну как можно так было действовать? Гуру, что ж ты творишь, транслюзов недостаточно... Все, выходят первые роучи, транслюзов так и недостаточно, все еще... Двенадцать, так, здесь твёртка есть на второй, маслинги на мэне... Так, здесь Гуру выходит, но и транслюзов еще Гуру кидает, роучи, кстати, все больше и больше становится... Но если Гуру отобьется, и, кстати, похоже на то, что Гуру может здесь отбиться, но дронами-то бой надо принимать... Он как-то медленно соображает Гуру, может здесь закрыть полностью проход, но полностью пока и нечем закрыть его... Реводжеров можно Мортиц, сейчас и нужно Мортиц... Лиф на мэн... Каси, Гуру даже отбился здесь... Пятьдесят, двадцать девять по лимит, все, роуч один остался... Нет, здесь уже без шансов... Молодец, Гуру, я думал, что все... Но, блин, можно проще все было сделать, вывести вперед... Пару оверов с их гигантским рейнджом, просто овера... Королев, просто овера минус 0... Гуру на муви летает... Все прекрасно, видишь? Ну все, муфру, чем Гуру делает... Он понимает, что надо дожимать этого... Мертвяка просто сейчас... Газ надо добывать на мэне побольше, на мэне добывать... Там Коготь какой-то утру пошел... Ну, надо роуч и масить... Так, Гуру пока рабочих подмасил... Но роучи-то тоже надо масить будет сейчас... Ну, как вы видите, нафига Гуру без мувы бежал с собаками... Понятно, нафига он овера не сбил... Но все равно тащит... Рэпчик... Рэпчик... Шмэпчик... Решает... Так, а что Гуру делает? Муфру, чем делает, но не делает роучи... Что, он не хочет убить, пойти что ли? Семьдесят один, то есть здесь... Но он хочет еще с экономикой... А, здесь третья хат какая-то пошла... Оверсир залетает, проверяет всю Гуру... Видит эволюшн, видит все... Что здесь происходит... Заказывает армор... Почему армор? Может... Лингом заказать было бы надо Гуру... Чтобы, я не знаю... В конце концов, с лингами выйти здесь... Оверы развешиваются... Масс оверы везде-везде... Оверы новые... Гуру добавляются... Ух, ад уже не хватает... Да запилить-то... Личинок нету... Личинки инъекции не делают... Что он творит-то, блин? Какая-то еще с инъекциями... Ну, это мертвон... Мертвончас какой-то просто... Так... Лифт роучинг... Посмотрите, пошел... Красная ковровая дорожка от Гуру... И она в натуре красная... Ну и что, теперь это-то забегать не началось... Гуру массит лингов, естественно... 45 лингов... 19 роучинг... Почему армор делает Гуру... Не пойму... Он подумал, видимо, что Тру делает армор сам лингом... И решил, что плюс один уже работать не будет, что ли... Возможно, да... Так оно и есть... У закопчика роучинг делать... Если закопку будет решать... Ну все, Тру завис на своем улыне... Овер летает... Овером все... Видеть, что лейера нету... Прекрасно было сейчас... Оверсиром улететь вон туда можно... Так, армор сейчас будет готов... Готов по армору Гуру... Роучинг... Очень много Тру бежит вперед... 86 лингов... Тут 31 роучинг... Здесь закопка есть как бы... И с закопкой можно подраться спокойно... Так, роучинг надо выводить... Сейчас забегает Тру... Надо все вести вперед... Что Гуру и делает... Так, по частям начинает Тру... Копать до роучинг... И, конечно же, лингов фланг разваливает... Тру, по-моему, вообще не потерял... Смотрите... Выкапывает... Остальных лингов... Катку нужно отменить... Дрона успел закопать... Просто царь Тру вообще... ГГ пишет... Царь Гуру, простите... ГГ пишет Тру... Молодец, чертяга... Молодец... Вот... Луна... То есть... И что там... Напивший, что ли... Блин... Хорошая ЗВЗ... Тру... Тут... Меня не у qualфия славит агитentre... Модел не пахнет... Т деньгает trazя... Odpson... Оставало! С mindful... Модел Ненные смысл... Воскресень abajo... Модел Делан... Воскресень-чук. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте, в общем-то, подождем... Если Буру выиграет True, это будет, конечно, удивление для меня... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну погнали... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, одну игру за себя. Что ты имеешь в виду, когда я должен сыграть эту игру? Сегодня уже не факт, что время будет, ребята. Гуру против Тру бьется у нас. Ведет 2-1, давайте смотреть. Привет, Блэйки. Диер Бьян не знаю, кто сильнее, но для интересности, конечно же, Бьян обязан побеждать. Завтра СОС у нас минус сиг будет в пятницу Диер Бьян. Так, пошла хаточка. Мертвый Тру без шанса отлетает. Ну, вообще, да, пока что так и есть. Но Тру третью хатку ставит, Гуру тоже ставит третью хатку сейчас. Тяжело в Москве здесь жить. Кому сейчас легко? Ну да, ориентировочно, ребята, 11-го числа буду я в Баркрафте в Москве после того, как в Кубинку мы с Люкой поживем, насмотрим все авиации там и т.д. Так что приходите туда, увидимся там, что говорить-то. Давай игру смотреть. Тру пытается Гуру прессануть. У Гуру больше реально лимит сейчас, чем у Тру. До заказа много юнитов. Так, Бэйны везде есть, здесь линги что-то забегают туда-сюда. Линги тут... Так, фокуснул королевы. 9 дронов заказывает Тру. Гуру 6, но Гуру-то ведет на 6 рабочих. То есть он в Плюте оказывается после этой ситуации в любом случае. Какой-то интересный врыв пошел от Гуру сейчас. 38-33 по рабам. Гуру еще строит рабочих. У Гуру Роуч Ворон пошел. Гуру как-то переигрывает Тру в хлам вообще. А, счет неправильно запилил. Я прошу прощения. Наоборот, конечно, счет подставляю Гуруча. Так, ну Бэйна, кстати, у Гуру больше запой, чем у Тру. Принимает он бой. Бэйлинги врываются. Ребята, сейчас куда ты в лингов? Как? Королева взрывает Гуру? Вообще здесь месит. Посмотрите, гада. Ну, Бэйлинг перенервничал, ребята. Сейчас в фул взорвался, блин, Гуру. Что ты делаешь? Это мог быть победный Бэйлинг. Бэйлинг перенервничал. Говорит, блин, куда бежать? Куда бежать? И в фул, короче, врезался. Слишком разогнался сильно. Подумал, что покатушки уже есть, а их не было. Дроны... Ой, Роуч там и там шли. 75, 58, 51, 32. Парабам в пользу Гуру. Гуру-то тут колоссальное преимущество, я вам скажу, имеет. Тру пытается забегание какое-то делать. И что это забегание даст-то ему? Да ничего не даст здесь. Встречает Гуру на изище. Все. Так, попытка дронов грызть. Ну, дронов подгрызет. Ну, что тут дронов? Ну, больше на 20 штук. Еще и Гуру как-то в легкую здесь отбивается. Роуч и Тру разворачивают, возвращают назад, строят сам дронов. У Гуру-линги пошли. Гуру собирается какой-то улын, по-моему. Нужен ли ему улын сейчас? Вот я смотрю, и, по-моему, нахрен этот улын не нужен был просто. Так, Роучи идут вперед. Ну, Лингов слишком много Гуру, конечно, строит. Ну, боевой-то одинаково вообще. Ну, там что-то Роучи слишком много в дозаказе. Просто люблю авиацию. Я по поводу лавроса. Азбузы. С детства. Эти, собственно, и занимаюсь. Так, здесь Гуру пытается зашатать. Обманул Тру. То есть, вместо того, чтобы доулынивать, заказывает Лэль, заказывает четвертую Хатен. Друзья, уже фотки требуют? Ну, приходи, будут фотки. Если ничего не случится, то там я буду... А что случится? Ничего не случится. 1-1 у Гуру пошли. Посмотрите, блин, Гуру молодец. Вообще, Тру на голову вообще сильнее играются, на самом деле. 135-130 по лимиту. Гуру намного больше сейчас лимита, чем у Тру. Пытается он прогрызть здесь камни. Я не знаю, заметил ли это дело Тру. Возможно, да, заметил. Тру пытается обойти. Часть лингов Гуру отводит. Куда Тру вообще идет? Я понять не могу. Или он уже улынить идет? Он уже улынить идет. 38-150 по лимиту. Лимит боевой вообще одинаковый. Почти Гуру лингов берет назад. Сейчас в тыл можно Тру зайти просто. Да все, он уже свалил отсюда. Что ж ты? Куда ты? Все, начал загрызать в итоге Гуру. Здесь Овер спалит. Сейчас ему Овер палит камни. Неприятно здесь очень становится. Мне же очень неприятно. В итоге Тру понимает, что происходит. 168-138. Четвертая хатка ставит, ребят. И Тру, несмотря на то, что спалил. А вот, все, спалил, пришел. Я думал, сейчас он никак не отреагирует. Жаль, Зератула не будет. Не, ну много там людей, я так понимаю, в Варкрафте будет. Не только мы с тобой. Достаточно такие, так что жду вас всех. Роучи бегут. Гуру вперед. 180-190 на 163 лимита больше. Намного пробивает камни Гуру здесь за несколько залпов буквально. Заходит дальше. Здесь есть где подняться. Здесь есть где развернуться. Но может пробить эти камни и зайти через это направление. Врывается линги Роучи от Гуру. 1-1 против 0-0 Тру. Сейчас ситуация. Реводзеров у Тру тоже нету. Неужели Гуру с 1-1 не пробит? Я просто в это отказываюсь верить. В Аэрболу надо закидывать новый. Пытается Тру покуснуть Реводзера. Куда ты там пошел пес? Попустить он пошел. Ну что же. Гуру удивляет, ребята. Гуру удивляет. Гуру 3-1 Тру пробивает. Вообще просто Сальп. Молодец. Я реально такого не ожидал. Если там есть где-то ставки, то коэффициент на Гуру наверное не меньше 3-4 был, мне кажется. Может Тру тоже их видит? Чуть скорее мне удается нечего. Ну что. Нерч против Тру. Сейчас посмотрим мы, ребята. Ради вас я останусь здесь и ради этих игр. Почему? Потому что я не ожидал. Я думал Тру зашатает. Думал пофиг этих. Полячное противостояние. Смотрите, они очень против Тру. Это уже поинтереснее для меня. Маскалька. Вот я говорю, когда к Илюхе поеду, тогда и пойду. Собственно в отпуск. Вот. Собственно в упу. Илюхе поеду. Илюхе поеду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На 20 минут пильнем... Непропорциональное применение силы к молодняку не надо применять... Продолжение следует... Так, ребят, завтра, кстати, приходите... Завтра JSL будет... SOS MUNSIC решается вопрос... Поедет ли SOS вообще на BlizzCon... То есть, если он проиграет, он никуда не поедет... Вот... Записи готовы... Лайфенга там и всего-всего у нас... Завтра, кстати, плей-офф Лайфенга, между прочим, еще... Завтра группа в 19.00 на Starline... Ё-моё, завтра долгий день, мазефакерс... Мазефакерс... Завтра, в 19.00 на Starline... Продолжение следует... 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 Пользователь чилиша активировал премиум на ваш канал. Спасибо тебе чилиши, спасибо всем ребят, нерч против тру. Так, не знаю. Алло. Алло, сейчас секундочку. Алло. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Например, полуфинал GSL SOS MUTE SIG 12.30 Приходите, мне, правда, из садика Машу надо забрать в 12 часов примерно Вот, так что я, наверное, FP не буду до GSL стримить Ну, посмотрим, что там, во сколько, кто там, как, что и когда сможет Да, завтра SOS против MUNSICA, ребятки Послезавтра, в четверг там А, в четверг полуфинал Star League Patience против этого Solar В пятницу второй полуфинал GSL То есть финалы Star League и GSL, по-моему, там чуть ли не в один день будут проходить, насколько я помню Я надеюсь, что они будут проходить по очереди Ну, не, ну, в корейце не дебилы, они так делать не должны, как бы Одновременно, чтобы проходило Еще вторая игра, а NERCH против TRU Нерча больше на один лимит, а у него дрончик строится, у ТРУ не строится Ну, ТРУ королева заказан, Нерча чуть позже ТРУ, ну, затухает почти одновременно Все заказано ТРУ делает плетку Что ТРУ здесь боится, как будто бы Что он боится, я не знаю Сейчас, сегодня, ребята, уже подустал, признаться честно Уже 10 часов почти с ним идет Через 17 минут будет 10 Я думаю, примерно мы и так и тормознемся на 10, да, как бы, часах Ну, что, Бейлинг Нестик тут на мэне доделывается Утру у Нерча третий уже, ХТН, Бейлинг Нест есть Парабам, проседать, на этой карте его лимит, почему не указан баш Не знаю, почему Так, ну, ТРУ, ну, опять, а, очень, очень И вообще, он строит Столько штука, Нерча, как бы, друг Обережать будут парабам, но у Нерча есть третья хата Уже почти через 30 Сменяющим через 30 секунд будет Нутру видит третью хату, прекрасно И слу-то третья, а тут стоит Который Учворен присутствует С Эволюшином У Нерча нет 8 дронов, сейчас он заказывает Ну, как раз он этими 8 дронами практически нагонит Абоненту своего Ну, так как нужно строить здание, то, наверное, не нагонит Хотя, ТРУ-то тоже нужно здание строить Готов ли Нерча будет встретить Вот этот Роуч и Пуш Хотя, знаете, 14 лингов Возможно, ТРУ фейкует То есть, он показывает, что Роуч и Пуш А сам выходит в лингов массы, что ли Так, ну, Нерча балент Нест есть То есть, если в масс-линге будет Тусу Бейнов Как только Нерч увидит этот рыб Заморфит Бейнов, к примеру, и попытается отбиться В чем лингов уже не очмасить ТРУ побежал вперед В смысле, 2 сентября В пятницу что, не будет? В пятницу что, вроде стоял Да, судя по всему, не будет Ну да, 2 сентября А что это за день-то вообще? Так Грызет здесь ТРУ Нерча Нерч пытается вступить Бейнов, ну, Кмурт, королеву отдаёт Что Нерч боится? Но ТРУ просто разваливается Смотрите, Плёцку пытается сгрызть Плёцку сгрызть, ну, королева-то живая Нерч ещё Бейнов новых делает Нерч тут сплитит лингов везде Ну, выведи вперёд лингов-то Выводит Нерч вперёд лингов Надо сваливать от Бейлингов Пытается убить Бейлингов Оппонента своими лингами Это крайне тяжело Это крайне, блин Что-то у меня всё это крайне Да крайне, блин Ручи выходит Хату не дать минуснуть Хату Ёма На 24 хп выживает хата Это просто чудеса на виражах Какие-то сейчас происходят Нерча 10 хп Остаётся ТРУ пытается сгрызть 4-5 лингов сюда идут Трансьюзик королева живительный Идёт делать Так, здесь Здесь Нерч с этим хату Пытается с королевой зашатать Всё, два трансьюза кидаются ТРУ прибегает Да, братан Хату тебе не получится сгрызть Здесь Нерч дерётся очень хорошо Линга королева у минусу Здесь лингов всё ещё меньше Восемьдесят пять, шестьдесят восемь по лимиту Нерча переворачивается Эти битвы Это каким-то образом Непонятно Будет ли он пушить И сегодня Нерча 45-47 Парабам Нет, судя по всему Нерч никуда не пойдёт У Нерча есть армора У Нерча ренджовая атака заказана Трумасси Трумасси Будет выдвигаться вперёд Судя по всему Зачем на дальнюю атаку играть? Потому что после того, как линги дэмэш нанесут Переход в роучи идёт Убить-то полностью вряд ли получится Трумасси Понимаешь, что Нерч не Не там, я не знаю Ну, не важно кто Не слабый игрок, короче, играет Не вердос, в общем-то Получилось-то так, да? Не вигплеер Отходит Твои вылеты Пытаются уйти Прошу прощения, мне уже что Спать захотелось Режим у меня такой Сейчас У меня дождь прошёл ещё на велике Будет тяжко ехать Ладно, придётся Придётся поехать Твой 421 Нерч Плюсь И по лимиту, ребят У Нерча делается Плюс 1 Делается муфровочем Тутрум Уже подземный муф с закупочкой Он будет очень жёстко разводить Но если Нерч первым, например, удар нанесёт То Может этот муф не спасти Трум просто хотя не вру труброс не заказывался лимита равным практически 64 барабан другую давить подземному естественно готов ли не встретить его нормально не знаю так леотов что-то не шатает зачем леотов то шатает проиграть можно за такой все-то перемасил но у него больше рабов экономика сильнее кэш он перемасил нерж непонятно чем на 53 дронов сидит сейчас когда у оппонент 65 но неважно сколько оппонент почему нерж просто на пятьдесят трех сидит его не раз в принципе у него по минимуму раскачен так а мы не осталось а утру нам и не здесь жир жиро жир на баска сказка просто какой-то как у версии подбревается видел тру что он происходит нет спайра не заметил но здесь подземным проучим и они захочат сюда спорки не ставят там и там оверсиры висят там и там ну четвертую будет труд менять или будет на хг заходить будет на хг заходить значит четвертую не отменит скорее всего так ручи заходят не встречает их видит прекрасно начинает шатать все четвертую защитил иди вон говорит true здесь еще ручи линги врываются через другое направление один живет руч на третьей базе минусует его нерж принимает вызов принимает воде из центра часть руч отгоняет от четвертую часть руч принимает бой с ручами true по лимиту ситуация вообще близка нерж не боится true совсем у них плюс один на плюс один ситуация по дам ровно и вообще утру утру люкер дэн пошел у них ча плюс там 4 овера делается по моему у них чая есть прекрасная сейчас возможность просто делать грамотный свитч мутку там 5 заказывает на весь лимит до 200 то есть он может добавить это тому год от симу то листов этого будет достаточно вполне для чего-то достаточно для того чтобы противостоять четвертую единственное скачать там люкер дэн вообще пошел то есть какие люкер дэн так плетки перекапываются так будет нерч смуты врываться интересно плюс 2 кстати можно и ворваться почему бы нет все плюс 2 готова грейды то равный будет сейчас true нерч видит где бегает чертяга так муткой будет принимать бой да будет всеми принимать бой мутка идет вперед начинается битва ровущий нерча против ровучий true но ровущий нерча с муточкой вместе бьются здесь 10 муталицами позицию нерча хорошая здесь плетка есть нет смещается вниз нерча очень выгодно дерется 22 гидрала true заказывает куда тебе сколько гидрала нечет лампы здесь пути разбирает обратите внимание даже несмотря на до заказу трус ситуация по лимиту так себе то есть я сейчас ровуч очень много забреет и он сможет мне кажется очень плохо контратаковать оппонента 5 муталиц все заказано ядра до выходит здесь у меня до заходит на четвертую базу сейчас он минус ну четвертую может в легкую просто но здесь плетка и маст ровущий гидры утру похоже что он все таки отобьется здесь конечно нагловато зашел может имеет смысл патку забрать не внеш понимая что крит дэмэдж получит и поэтому сваливает и у него маслинги заказано true не просто гидра утру здесь гидра выход в люру будет такой вот такая тема ровущий закопал от регенит сейчас чертяга нет по лимиту плюс еще даже остался после всех этих врывов оппонента 16 бейлингов делаются они с покатухами true заходит на крип сейчас не шатает мутальство неплохо гидру принимает нужно ли рада мутку отдавать нет мутку отдавать не нужно естественно 8 еще ровущий нир делает но надо спуститься бейнами то вниз что сейчас делаете патрук нир ченджингов убивайте ченджингов принимать надо куда он там побежал спускайся вниз нирчок нирчок спускается вниз вот гидра без прикрытия вообще бейлинги сбоку закатывать мутку убеди из-под гидры куда ты повел ее начать сольется в ламп плит пошел бейлинги закатываются мутка шатает гидру в ламп нирч разбирают true и нирч опять по лимиту пусть и опять ручь и в ручь и десерт говорит а так москаль на 100 пекорных меня поддерживать не скажете спасибо москаль меня там чё там у меня 569 было сейчас стало 649 нифига что подольку жизни не казалось как рубль выведу как накопится так вообще царский будет спасибо вообще ребят всем за поддержку еще тут руб разбирают смотрю за вы за европейцы молодцы так заходим в третью неужели 30 здесь будет я там вам диспозицию не показал но бейлингов увел ничь как раз от ченжинга показал что роучи с хг стоят true ничего не понял хотя я показал откуда бы и на в принципе забегает пошел замес вот я вижу и это и 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 Так, ну что, 17-е хатки пошли Стру расстрабляться рано, ребят Несмотря на то, что 2.0 ведешь Он на изи может закомбейщить Так что надо быть предельно аккуратным Не рчу здесь Спасибо 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 Ну что, 2 на 2 тут линги встречаются, ребяточки, в центре Сгрызает на халяву тру, нерч рано отвел В итоге потерял одного, а ничего не убил Но это, конечно, не критично, что один линк может решить У нерча больше на дрона вообще, в принципе У него по макро все получше, я смотрю Бэринг Нест, правда, пока не строится Сейчас, видимо, будет заказано 10, так, лингов массит нечь Может, это Роуч Ворон будет с его стороны Я пока понять не могу, если честно Так, да, Роуч Ворон будет со стороны нерча Если бы он хотел бы сделать Бэринг Нест Он бы, конечно, пораньше бы его ставил Роуч Ворон в ответку на Бэринг Нест Это опасная, конечно, тема такая Чем-то? Что Роуч иногда не успевает выйти Лишь если тру сейчас бы улынил, например, лингами Он бы мог разобрать бы Но тру не улынет Прибегает нерч, просто дает на третьей базе лингов немало Тру сгрызает, все Но он на Бэрингах отдался Сейчас Бэринги идут вперед Так, нечь там на третью королеву Павел лингами отступает домой Здесь часть лингов тру уже бежит В третьей базе нерча Так, не успел нечь отступить Большая часть юнитов Роуч первая начинает выходить 55-53 по лимиту В пользу нерча Но у него так вот уже в пользу тру Но у него на 8 рабочих 27-35 меньше То есть это ситуация плохая Это в этом минус Роуч определенный есть Сейчас может Бэрингваст Если дрон его здесь будет, например, у нерча тру пробрить Так, 31-40 Парабан Здесь уже третья добывается во всю Вообще неприятно Здесь вот овер висит таким образом Что в легкую королеву просто уничтожит Почему? А, тру не видит овера А овер видит тру зато Нерч улетает так, чтобы тру 100% не заметил его Ну и лейер у нерча пошел Но, кстати, почему-то нерч играет без эволюши Ну, то есть без плюс 1 Парабан, правда, практически нагнал своего оппонента Отсюда сейчас несколько бэйнов может заморфить Лейнгами отвлечь, а по бэйлингами ворваться Лейнг уже прошел квалификацию на данный турнир И, по-моему, кто-то еще из наших прошел Это четвертая уже квалификация Врать не буду Увидим все-таки скоро Варди нормальный чел В принципе, я с ним все стримлю Что и он стримит Поэтому, я думаю, он разрешит мне стримить финальный турнир Тоже вполне Так, еще 11 дронов 13-13 дронов нерч заказывает Он парабан Сейчас явно огонит оппонент У нерча уже делается мув роучем И плюс 1 у тру Только-только лейр готов Здесь нерч лингов пытается завести Не завести никак Ну, кстати, учитывая тайминг шпиля тру Вот если сейчас нерч будет под тайминг мува роучем Выход делать Я уверен, что он будет успешный Почему я так уверен, спросите вы? Потому что, когда мув уже на плейнг готов А шпиль только заказан Ну, это хороший, прекрасный тайминг То есть даже когда мув одновременно фактически Хотя нет, одновременно со шпилем заказывается нет Но когда лейры Когда лейры, да, делаются одновременно То есть, вот бывает такая ситуация И шпиль делает один за двой мув роучем Тот кто с мув роучем Он нормально, очень хороший тайминг имеет Почему? Пока шпиль сделается Пока мутка сделается Там выйдет еще Это много времени пройдет Вот, а здесь лейр даже раньше нерчовский Вот, все, ему можно просто идти и забревать оппонента Но через кой он проход пойдет? Через узкий Специалист ли он по ним, по этим узким проходам? Я не знаю, ребята Нужно быстрее бежать вперед нерчу Ну, мув же готов Ну, что ты ждешь? Ты, е-мое, сейчас шпиль доделается Пошел нерч поздно Пошел Печаль там тру обходит сверху Нерч видит, где тру обходит Линги забегает Нужно ли врываться? Да, разворачивается нерч Там один из мутажных сейчас будет Кажется, здесь уже не вытащить нерчу будет Мутки будет невероятно много И она нанесет гигантский демош нерчу Да, это проигрыш Стратегический По стратегии получается Но из-за таких грамотных действий Токсических тру То есть он отвлек очень четко Сейчас всеми лингами Сейчас еще роучами сможет отвлечь Там уже 15 мутали Не, ребята, это 1-2 Это тру берет эту игру, скорее всего Да, мутка летит вперед Нерча А, ну и сейчас ядра пошла Ну, ядра уже это не то Тайминг на роучах мог получиться Если бы нерч сразу ломанулся на готовность ему Я думаю, даже через этот проход Вот нон-то не знал инфы, которая там была Кто? Я думаю, у него все-то неплохо получилось бы Так, гидра начинает выходить Мутка начинает шатать Муталиск 13 штук Куда роучи-то пошли? Нет, че, роучи бегают вперед Гидра выходит Надо всю гидру сюда приводить 42, 152 Плюс 2 нерч делает, кстати Но гидра еще без муа, без рейнджа Всегда печаль Так, будет там тру Беллингов вообще свечи делать 10 еще гидралисков делать Нет Так, залетает мутка Сможет ли такое количество гидры стянуть Все, что здесь летает по воздуху Уверен, что нет Так, здесь пару гидравов еще выходит 144, 43 нерч пытается поймать оппонент Своего здесь два гидралиска Ё-моё, всего бегает Ну куда, что еще и два отдал Сейчас на ровном месте Так, гидра здесь пытается скопиться Нет, сейчас ступает назад Ну, одного муталиска Тру минус ну Плюс 2 скоро будет готово Может быть, может быть Если там тру мутбейном не будут делать Шансы какие-то у нерча будут Ну, у Тру уже 4 хат И 22 муталиска И 5 еще строится И плюс, а не Это какое-то Это какая-то дикуха Так, ну Тру, кстати Ну, прошу прощения, ребят, уже Тяжко осталось У меня слишком рано Так, нутка шатает мейн Одна в корте что-то здесь Ну Тру видите, что одна Конечно, он ее за два зал Ну, за три, важно Залка минусой Нерч пытается там роуч и лингов Тру спалить, поймать Это тяжело сделать Сейчас поймал вроде как В боку гидра заходит Очень неплохо, кстати Будет няч вулын идти уже Да, няч будет вулын уже идти, я так понимаю Часть роуч и нам нужно сливать Кстати, у нерча неплохой боевой лимит То есть у Тру без бейлингов Может сейчас просто наотдаваться Гидра за плюс 2, ребята А гидра за плюс 2 Это невероятно опасный юнит Ну сколько муты будет Тут 34 на 20 гидральских Нет, боюсь, что Ой, 40 на 20 гидральских Ну разве что сейчас часть сольет нерч на муве С прироста выходящих муталисков Да, вот часть сливает Два точно погибли Сейчас 40 не будет Олег, куда гидра-то там побежал А, нерч ловит лингов Нерч ловит все Тру в элиминейт идет И Тру, понятно У него микс, который быстрее здание убивает Чем нерчовский, кстати говоря Я думаю, что Тру здесь побеждает в элиминете Да, и Тру еще тем более дронов несколько увел Один дрон нерча обглоданный пытается уйти Но Тру увел больше, гораздо рабочий Так, нерч пытается именно здание сейчас заминусовать Тру Очень-очень быстро он их старается делать Мутка новая вылетает Еще сколько? 39 муталей, жесть какая Ну Тру успеет здание поставить Это факт Ну Тру, кстати, нету на хату Опа, а у нерча есть на хату Ну что, успеет Тру хату минуснуть? Нет, еще что по юнитам 19 гидралов на 39 муталисков Ответ очевиден 19 гидралисков не втянут даже с плюс 2 на плюс 1 Такое количество муталей Ну у нерча Так, у нерча есть дрон То есть у нерча получается добыча будет В отличие от Тру, у которого добычи нету Так Видит нерч, где здание Тру находится Пытается обойти через верх Тру смещается Так, видит нерчовских юнитов Нерч идет газ минусовать А там-то всего два здания у Тру, ребятки А дроны остались Один дрон Тру остается сейчас в наличии Так, газ нерч минусует А где дроны единственные Тру сейчас находятся? Вот он, дрон, единственные два здания убивают Нерч плитится Неужели победа нерч побеждает в такой игре, ребята? Это чудеса на виражах Просто красавец вообще Обожаю, когда в таких играх так вот происходит Это круто было сейчас Ну что, ребята Стоп-старт делаю И возвращаюсь к вам без задержки Так, спасибо за просмотр! Продолжение следует...